Добрый вечер. Сегодня 31 июля и 158 день героической обороны Украины против нападения России. В студии для вас работают Наталья Луценко, Сергей Кудимов и мы продолжаем вести новости на русском языке. Ведущие украинские медиагруппы и государственная мультимедийная платформа и навещание Украины при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и Министерство культуры и информационной политики создали совместный проект Freedom для телеканала UA. В прямом эфире работает команда и ведущая СЛМ новостей. И наш первый эфирный час мы начинаем с последних новостей в Украине и мире. Около 40 ракет выпустила российская армия сегодня по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города за последние 5 месяцев, заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и подчеркнула, что город целенаправленно убивают. По Николаеву били из реактивной системы залпового огня СМЕРЧ из комплекса С-300. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, российское войско использовало кассетные снаряды. Повреждены десятки частных домов, многоэтажки и хозяйственные постройки. Разрушена гостиница, спортивный комплекс, СТО и два образовательных учреждения. После ночного обстрела под Николаевом бушует масштабный лесной пожар. Также сегодня Россия обстреляла и Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о целой серии взрывов. Предварительно повреждены несколько зданий. Обошлось без пострадавших. Российские оккупанты били и по области. Под огнем оказались Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы. Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов, горели частные дома, хоз сооружений и в очередной раз поля с урожаем. Почти полсотни прилетов за последние сутки зафиксировали в Сумской области. Повреждены частные дома и линии электропередач. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, два человека ранены, один погиб. В результате утренних обстрелов загорелась ферма. Под постоянными обстрелами приграничны общины Сумщины. Почти 20 из них считаются зоной боевых действий. Российские войска систематически уничтожают учебные заведения, жилые постройки. На месте ударов побывала журналистка фактов Ольга Читайла. Вот видите, деревья валяются. Это после обстрелов. Вместе со старостой едем в село Искрисковщина. Это Белопольская община, самая граница. До России отсюда меньше километра. Они к границе сейчас не подходят. Стреляют оттуда, боятся сдачи. Алексей Миллер нас успокаивает. Сейчас дождь, а в непогоду заметил, враг стреляет реже. Об опасности здесь предупредить нельзя, потому что россияне совсем близко. Недавно обстреляли училище. Разбит учебный корпус и общежитие. Неуправляемая ракета – это как памятник русскому солдату. Учебы в этом году здесь не будет. Но урожай училищное хозяйство соберет. Хотя крайнее поле в метрах семистах от россиян. Выходим в поле. Рискованная вещь. Конечно, никто не говорит, что не боится. Но настроение такое, чтобы работать. Когда обстрелы участились, некоторые из местных уехали и забрали малышей. На селе до сих пор много пожилых людей. Мне не страшно. Я уже век прожила. Мне 74. Страшно за тех маленьких. Эта женщина теперь думает, как восстановить стену до осени. Ее дом крайний на улице и постоянно под прицелом. Я услышала шум. Я вернулась, а у меня угла нет. А вот этому дому повезло. Нашли и отдали ГСЧСникам. Он не разорвался, этот снаряд. Хозяйка уверена, ее дочь и пожилую маму спасла Вера. Господь, защити нас. Мы никогда ничего не просили. Мы жили своим трудом. Когда залетел снаряд, он ударился об дерево и разорвался на крыше. Историю удивительного спасения рассказывает и Антонина. Она живет неподалеку в Белополье. Обломок неразорвавшегося снаряда пробил потолок и стену. Муж сидел на диване. Услышал странный гул и взрыв. Снаряд упал перед ними и застрял в полу. Мужчину не задело. Председатель Белопольской общины обижает территорию. Работы много. Община официально зона боевых действий. Из села в сводки попадают почти каждый день. Пока, говорит председатель, помогают ситуативно. Масштабные восстановления, когда каждый день ждешь новых разрушений, начинать рано. Но готовиться, говорит, пора. Поэтому ищут партнеров. Поможет Львовщина. Заключаем соглашение партнерства с общинами Стрийского района. Мы уже сейчас готовы начать сотрудничество и разрабатывать качественные проекты. Когда Канада будет оказывать помощь, мы хотим прийти с проектами уже. Когда мы уже уезжали, одна из наших собеседниц дала нам гостинцев в дорогу со своего огорода. Не травленные, ничего. А огурчики? Какие у нас огурчики? Дома, говорит, всегда все лучше. И что бы там ни было, родную землю она не бросит. Ольга Читайла и Максим Костенко специально для телеканала Юафридом. Продолжение следует... Село полностью уничтожено, а в некоторых общинах осталось жить до 10 человек. Большая часть Херсонской области находится в оккупации практически с самого начала полномасштабного нападения России. В то же время ряд населенных пунктов уже освобождены, а жители призывают выехать из оккупированной Херсонщины любыми возможными способами. Ну и тему Херсона мы сейчас обсудим следующим гостем. Это депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Сергей, есть информация, что по временно оккупированной Херсонщине наблюдается усиленное движение техники россиян. Известно ли, что гонят российские войска и разбитые мосты не останавливают ли эту ситуацию? По движению техники на оккупированной Херсонщине можно разделить на два аспекта. Один аспект. Большими колоннами сейчас идет как раз техника строительная. Эта техника идет из Российской Федерации через оккупированный Крым и в сторону как раз тех транспортных артерий, в сторону левобережья, которые разрушены нашими вооруженными силами, можно сказать, взяты под огневой контроль. Сейчас оккупанты активно стаскивают военную технику строительного назначения и инженерные войска с целью делать переправы, с целью ремонтировать мосты. И сегодня уже появилась информация и появились первые фотографии с Антоновского моста, что оккупанты на нем даже разместили строительные краны, которые ведут сейчас косметический ремонт. Почему я говорю косметический? Это непросто, потому что исследования по повреждению моста, исследования по утере прочности моста абсолютно никто не проводил. Те строительные работы, которые сейчас производятся оккупантам на Антоновском мосту, это работы как раз косметического характера. Они просто ложат плиты дорожного перекрытия, засыпают строительным мусором. Качество такого ремонта непонятно. Ну а самое главное, что эти транспортные артерии находятся под огневым контролем. И то же самое происходит сейчас по Каховской ЕГЭС. Там оккупанты тоже провели частичный ремонт, но большому сожалению местная строительная фирма согласилась помогать оккупантам и провела как раз ремонт дорожного покрытия. Но железнодорожный проезд по Каховской ЕГЭС разрушен и оккупантам пока не удается его восстановить. Поэтому перекидка военной техники сейчас абсолютно затруднена. Хоть оккупанты и сделали такую паромную переправу под видом нескольких паромов, которые перетягивают катера с левого на правый берег. Это происходит рядом с Антоновским мостом. Но, соответственно, пропускная способность этой переправы довольно-таки слабая. Они используют на этих переправах гражданский транспорт как живой щит, прикрываясь и миксуя военную технику как раз гражданским транспортом при этих переправах. Это один аспект. И второй аспект перемещения военной техники, которую фиксируют в том числе и передвижение техники с Бердянска, и передвижение техники со стороны Крыма именно военной. То здесь обусловлено это ротацией войск Российской Федерации. Потому что такие же колонны идут в сторону Крыма, но в Крым не идут. Парадоксально то, что высокая деморализация военных как раз в Российской Федерации и те перехваты, которые есть, когда военные просто дезертируют, переодеваясь в гражданское, либо даже покупают старые машины и просто едут в Крым, то появились высокие настроения среди оккупантов рядового состава, что они просто ждут ротацию. Ждут, когда их на ротацию отвезут в Крым, а там они смогут дезертировать. Дезертировать в России и прятаться. Поэтому российское военное начальство сейчас как раз вот этих военных, которые подлежат ротации, начинают принудительно загонять на Арбатскую стрелку. Это в районе Генеческа. Арбатская стрелка это по сути полуостров. Она как косой связывается с Керчью, но проехать до Керчи практически невозможно, потому что в некоторых местах она все-таки перемывается. Поэтому оккупантов расселяют по базам отдыха вплоть до Стрелкового. И это такая вот рода ротация, чтобы они банально никуда не смогли сбежать. То есть они находятся вроде бы в ротации, но тем не менее под постоянным контролем как раз российского спецназа, который не даст им возможность дезертировать. Поэтому вот такое передвижение, это второй аспект передвижения военной техники и военных Российской Федерации. Сергей, кстати, вот про попытки сбежать российских солдатов. Вы накануне заявляли, что они бегут в гражданской форме, правильно, чтобы спастись? Да, такие случаи массово встречаются. И вот мне звонят люди с моей родной Каховщины. И причем это по разным селам информация, но абсолютно одна и та же. Военные россияне ищут просто гражданскую одежду, ищут какую-нибудь старенькую машинку, платят за старенькую машинку, торгуются, платят деньги, стараются как можно дешевле купить и банально убегают. Либо просто переодеваются и ищут гражданскую одежду. То есть дезертирство начало сейчас процветать как раз среди рядового состава вооруженных сил Российской Федерации. Чувствуют, что их поджарят скоро? Ну так их и жарят уже. Посмотрите, что произошло в Брелевке. С пятницы на субботу состав орков с вооружением, с техникой, с горюче-смазочными материалами был отправлен с Крыма. И вот сегодня уже даже на крымских сайтах появилась информация о том, что колонны скорых летели в сторону госпиталей как раз с Брелевки. Они уже сами говорят, что в этом составе погибло более 80 россиян, и 200 трехсотых срочно были эвакуированы в Крым по разным госпиталям рассредоточены. Вы сказали о пароме. Вот британская разведка сообщает, что якобы российские, по их данным, российские оккупационные войска уже установили два понтонных моста. Вы это видите, подтверждаете? И если да, то пытаются ли вооруженные силы Украины, скажем так, установить огневой контакт с этими понтонными мостами? Один понтонный мост оккупанты соорудили возле Дарьевки. Это прямо неподалеку от моста. Это раньше был старый мост, и, соответственно, подъездная дорога к нему была. Этот понтонный мост соорудили, но пока мы затруднены еще движения по Каховской ГЭС, то этот мост через Ингулец несет стратегическое значение, как раз когда начнется большая пропускная способность через Каховскую ГЭС. Потому что река Ингулец разделяет Херсонскую область на две части. Одно Николаевское направление, одно Криворожское. То есть как раз усиление со стороны Береслава, а, кстати, там сегодня горели склады очередной раз оккупанта четкими прилетами нашей артиллерии, то как раз вот такого еще большой переброски в связи с тем, что пропускная способность и транспортный коллапс образовался на Каховской ГЭС, еще пока месть нет. Я уверен, что эти мосты и по официальной информации вооруженных сил, так и говорится, что они взяты под огневой контроль. Когда будет необходимость, я думаю, все-таки будет обязательно повтор по этим транспортным артериям. А второй – это так называемая понтонная переправа, но она не в классическом понимании. Они развернули несколько понтонных, таких плата сделали, и просто их используют как плата при перемещении военными катерами с левого на правый берег. Это в районе Дарьевского моста. Скажите, пожалуйста, Сергей, еще вот финальный вопрос. Ощущается ли какое-то осложнение с освобождением Херсона? Я, вы знаете, я вот смотрю, все идет абсолютно по стратегическому плану. Мы с каждым днем видим все более и более точные удары как раз по запасам тыловым врага, и каждый день есть уничтожение складов. И опять повторюсь, сегодня в Береславе уничтожен военный склад. Каждый день уничтожаются БК. осложнены подвозы и логистические каналы поставки через транспортные артерии. Вместе с этим каждый день в сводках мы видим успешную работу нашей авиации по уничтожению полевых складов. И несмотря на то, что орки начали рассредотачивать полевые склады, не делать их такими, скажем, более мощными, а рассеивать небольшими запасами, но тем не менее наши вооруженные силы очень точечно и ударно их уничтожают. Поэтому сорвать контрнаступление наших вооруженных сил, я думаю, оккупанту точно не удастся. Поэтому оно обязательно будет. Президент обозначил даже временные рамки, когда это произойдет. Наша основная задача не допустить планы оккупанта на проведение референдума к 11 сентября. Спасибо вам огромное. Сергей. Да, спасибо, спасибо, Сергей. Спасибо вам огромное. С нами в студии был депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Красный Крест пока так и не допустили в колонию Келеновки, где погибли пленные украинские военные. Об этом организация сообщила в Твиттере. При этом в Минобороны РФ сегодня заявили, официально пригласили экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста к расследованию ударов Донецкой области. Журналист и корреспондент политика Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки, показывающие колонию в оккупированной Еленовке до и после убийства украинских пленных. Предварительные данные свидетельствуют, что это атака со стороны российской армии. В результате так называемого ракетного удара, о котором заявляли в Минобороны РФ, не вылетел ни один кирпич, кровати не сдвинулись ни на сантиметр. В Американском институте изучения войны заявили, последствия взрыва в следственном изоляторе не свойственны работе реактивных систем залпового огня «Хаймерс». По их словам, российская пропагандистская СМИ РИА Новости показала фрагменты ракеты от упомянутой системы, но не предоставила никаких доказательств того, что они были найдены именно в Еленовке. Ну и мы переходим к анализу ситуации на фронте. К нам присоединяется следующий наш гость. Это Михаил Самос, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Михаил, вот есть информация от руководителя британской разведки МИ-6, от Ричарда Мура. Он заявил, что, цитирую, «россияне выдыхаются на поле боя». Российская армия потеряла десятки тысяч своих военных и начала использовать устаревшую, законсервированную технику. Вы согласны с этим мнением? Ведь все-таки источник проверенный. Разведка. Разведка британская. Мы верим украинской разведке, прежде всего. Дело в том, что, на самом деле, когда мы вернемся даже несколько месяцев назад, наши оценки об этом именно и говорили, что Россия, стратегически проиграв, начиная с 24 февраля, а именно 24 февраля состоялась самая большая стратегическая трагедия для России, катастрофа, военная катастрофа, когда они поняли, что неправильно рассчитали силы, неправильно рассчитали свою операцию. Они надеялись на не военный путь, фактически, а зайти с цветами на броне и за три дня взять Киев просто такими вот демонстрационными акциями типа Чехословакии-68. На самом деле, их встретили по-военному, их встретили десятками тысяч погибших, российских солдат, раненых, и уничтожение большого количества современной техники. Действительно, последние месяцы Россия пытается расконсервировать свою технику, пытается какими-то гибридными методами набирать себе личный состав, потому что российские генералы опасаются начинать открытую всеобщую мобилизацию в России, хотя на самом деле, если бы они хотели иметь какой-то эффект, им нужно было начинать мобилизацию в ноябре прошлого года, тогда бы эта мобилизация имела бы смысл с точки зрения начала операции в конце февраля. Сейчас это уже все запоздалые действия, это хаотические действия. Если мы посмотрим на поле боя, то российские войска метаются, то они пытаются как-то воздействовать на Донбассе, теперь они пытаются избежать катастрофы в Херсонском направлении, потому что украинская армия откровенно говорит о том, что будет готовить контр-ступление, а, видимо, российские генералы не могут доложить Путину, что у нас там катастрофа, мы фактически уже окружены, если иметь в виду отсечением мостов через Днепр, и поэтому нужно оттуда уходить, уходить на левый берег Днепра. Но я уверен, что российские генералы не докладывают таким образом Путину, а предлагают, наоборот, усилить эту группировку, то, что мы и наблюдаем. То есть им приходится наскребать какой-то личный состав необученный и устаревшую технику разбрасывать по всему фронту, пытаясь избежать катастрофы на юге и пытаясь продолжить наступление в Донбассе. Поэтому я абсолютно согласен с оценкой британской разведки. Михаил, давайте поговорим о сегодняшнем происшествии в Севастополе. Там утром прозвучали взрывы. По версии российских оккупационных войск прилетел украинский беспилотник в голубом вертолете и бесплатно им показал кино. Но силы Украины все отрицают, мы им доверяем больше. Но вот по той информации, которая есть сейчас, кто же мог обстрелять штаб Черноморского флота? И вот судя по тому, как развивались события в течение сегодняшнего дня, кому это более выгодно, скажем так? Ну, естественно, россиянам не хотелось проводить этот парад на день ВМФ России, потому что парад был бы позорным. Флагман потоплен, корабли потрепаны и так далее. И бояться выходить за определенные рубежи в Черном море, то есть нарушено доминирование России, украинская армия нарушила доминирование России в Черном море. Они, естественно, не хотели бы это показывать. Кроме того, они бы не хотели собирать все корабли в одном параде, потому что одно дело в мирное время собирать в одном фарватере весь плавающий состав Черноморского флота, а другое дело во время войны собрать всех в одной бухте, выстроиться и ждать, пока прилетит Нептун или Гарпунт. Поэтому они откровенно это не заявили, что не хотели бы проводить парад, а вот организовали такой театр, действительно, который со смехом уже только смотреть, потому что тот характер повреждений, который они показали возле штаба Черноморского флота, это никак не тянет ни на беспилотник, ни на удар беспилотника, ни на что-то еще. То есть там где-то в каком-то сообщении мне понравилось, что характер повреждений больше похож на то, что бешеная газонокосилка напала на штаб Черноморского флота. Это было действительно так, потому что там почему-то очень много листьев разбросано с деревьев, из кустов, а повреждений самого штаба я что-то не заметил, ни разрушенной крыши там или каких-то стен, окон выбитых и так далее. Да, но там еще пять газонокосильщиков пострадало во время этого. Ну это по их заявлению, опять же, они же не предоставили их. Не показали, да. Но там действительно менялись вот их свидетельства. Сначала сказали беспилотник, потом, видно, поняли, наверное, что, ну, в общем-то, не Камильфо, раз проварганило ПВО беспилотник, сказали, что откуда-то из Севастополя этот беспилотник был запущен, но все равно вот как бы этот звоночек для оккупантов, то есть который там не вникает в такие детали, там, подробности, что в Крым может, собственно говоря, прийти война, боевые действия. Ну абсолютно, действительно. Они сначала что-то делают, потом начинают думать и удивляться последствиям. То есть последствия это очень плачевные для них, негативные. В информационном пространстве российском распространяются некоторые мысли, такие вот, например, ПВО отсутствует. Если простой беспилотник смог обойти все ПВО и спокойно залететь аж в штаб Черноморского флота, но это действительно проблема. А что говорить об остальных объектах? А что говорить о кораблях, которые стоят в бухте? Они, в принципе, могут быть, и у них не могут активно работать РЛС противовоздушной обороны, поэтому что тогда говорить об этих кораблях? Или то, что если там работают так свободно ДРГ противника, которые могут запускать беспилотники на территории Севастополя или еще хуже непосредственно занести взрывчатку в здание штаба, ну это еще хуже, потому что ПВО это ПВО, а если уже ДРГ свободно работает на территории главного оккупационного города в Крыму, ну совсем уж плохо. То есть действительно все это нагнетает обстановку, особенно в связи с тем, что украинские войска очень активно и успешно действуют уже все ближе и ближе к Крыму, нанося удары хаймарсами по уничтожению складов с боеприпасами. Вот сегодня железнодорожный состав был уничтожен на левом берегу Депра, уже недалеко от Крыма. Поэтому я думаю, что оккупантам есть о чем беспокоиться. Михаил, вы только что говорили о том, что сейчас российская армия ведет себя истерично и хаотично, потому что она в тупике на юге. Будут ли они создавать напряжение на других участках фронта? Я допустим, к примеру, ужесточить ситуацию в Харькове или организовать нападение с Беларусью? Да, действительно, вот до последнего момента у меня тоже было такое мнение, что раз они попали в ловушку на Херсонском направлении, на Криворосском направлении, они будут пытаться сейчас каким-то образом организовать провокацию с Беларусью. Но для того, чтобы организовать провокацию с Беларусью, им все-таки нужно будет помочь Лукашенко. Лукашенко сам своими войсками явно не справится. Поэтому нужно где-то взять еще 10-20-30 тысяч российских войск и направить их в Беларусь. Пока такого движения нет. Более того, сейчас отмечается движение противоположного характера в каком плане? Что они пытаются собрать, в том числе из Донбасса, в том числе и Запорожского направления, побольше войск и попробовать их переправить на правый, на западный берег Днепра, для того, чтобы усилить Херсонскую группировку и Криворосскую группировку. И таким образом ослабляют и запорожское направление, и ослабляют силы на Донбассе. И поэтому на Донбассе у них сейчас, несмотря на усилия, несмотря на то, что стоит явно политическая задача, которая давно уже стоит, 24 февраля, занять, оккупировать весь Донбасс и провозгласить эти так называемые ЛДНР, наконец-то уже провести там какие-то референдумы. У них там наступление забуксовало, ну, естественно, это из-за того, что начали действовать наши Хаймарсы очень активно по уничтожению спадов с боеприпасами. Но, кроме того, желание не допустить провала на Херсонском направлении, то есть я так понимаю, что они в принципе не могут допустить того, чтобы оставить Херсон, и готовы туда бросить все силы. Таким образом они попали, они все время делают ошибки. Они сделали ошибку 24 февраля, они сделали ошибку потом, когда сбежали, ну, я считаю так, сбежали с Киевско-Черниевской областей, сосредоточившись на наиболее защищенном участке украинской обороны на Донбассе, разбили там себе лоб. Сейчас будут пытаться судорожно решать проблему на Херсонском и Кривожском направлении, и я думаю, там вот они как раз свою группировку и положат. То есть там будут огромные потери у них, ну, если они будут пытаться наступать, вместо того, чтобы отходить или организовать какую-то оборону, а будут пытаться наступать на Криворог или Николаев с Одессой, а судя по всему они это собираются делать вопреки всем законам и правилам логики даже, то я думаю, что действительно у них будут огромные проблемы. Вот эти метания закончатся в ближайшее время, в ближайший месяц очень большими проблемами для россиян с точки зрения, где взять людей, где взять технику, каким образом все-таки выполнить вот эти все задачи, которые распорядились на генералов, они их всех проваливают. Сегодня в русле «Быстрое» устье Дуная подорвался украинский лосманский катер на неизвестном устройстве, то есть не мина сказали, но вот если предположить, что это ДРГ, то есть откуда, с Приднестровья или вот есть возможность как-то с Крымой им доставлять, и какие задачи тогда вот, ну, собственно говоря, в этом устье держать напряжение украинский флот, сорвать поставки зерна, вот какие задачи? Дело в том, что Дунай сейчас стал одной из главных артерий, которые связывают украинскую экономику с международными поставками. Если вы обратите внимание, есть такие карты, на которых показывают очереди, которые скапливаются на вход в Дунай для того, чтобы везти и зерно, и другие товары из Украины, и в Украину, там, например, нефтепродукты в Украину доставлять именно Дунаем, поскольку до последнего момента, до запуска хотя бы первого корабля, который, первого конвоя, скажем так, каравана, который пойдет из одесских портов в Асфор, пока Черноморский путь был закрыт, и поэтому Дунай оставался основной артерией. И то, что произошел подрыв судна, действительно, это может быть ДРГ, и ДРГ, скорее всего, может действительно работать с Приднестровья. Там ближе всего, скажем так, и российские войска там находятся, российские спецслужбы там активно действуют, поэтому ДРГ, которые могут действовать как в Одесской области, так и с точки зрения влияния ситуации на Дунай, я думаю, что может такое происходить. Тем более, что там есть место, где украинские, молдовские и румынские порты очень рядом находятся, и поэтому именно в этом районе можно проводить действительно очень, скажем так, влиятельные операции ДРГ, которые повлияют на развитие ситуации. Спасибо, Михаил. Михаил Самусь, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения. Мы говорили о ситуации на фронте. Спасибо вам. Далее тема о коррупции в российской армии. Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дому арестовал заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерала-лейтенанта Виктора Воронова. Его подозревают в растрате средств Министерства обороны на личные нужды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Южного окружного военного суда. По данным следствия, Воронов потратил около 2 миллионов рублей и ведомства на благоустройство своего дома и земельного участка. К нам на тему коррупции в российской армии присоединяется следующий гость. Это Владимир Осечкин, российский правозащитник, предприниматель, основатель общественного проекта gulagu.net. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый журналист. И добрый вечер всем вашим зрителям. Вот эту ситуацию, о которой Наталья только что рассказала, с генерал-лейтенантом Виктором Вороновым, 2 миллиона рублей, ну вот если в доллары, там сумма пустяковая, да, вроде получается, 30 тысяч долларов. Как вы считаете, это вот такая попытка, скажем так, спрятать, прикрыть неприятности на фронте, провалы на фронте? Я думаю, что история про гранд-коррупцию именно в российской армии, это история про не миллионы и даже не про миллиарды. Речь идет про дыру от 3 до 8 триллионов рублей. И мы об этом говорили, начиная с марта месяца, опубликуя материалы. Вот, а что касается нынешнего вот этого ареста и этого уголовного дела, то, на мой взгляд, это просто повод, такая форма эдакого наказания с этим уголовным делом про 2 миллиона рублей. Еще раз, папки на всех силовиков собраны и лежат. Вопрос лишь в том, когда, в какой момент они будут реализованы. Но речь идет не про борьбу с коррупцией, потому что, если бы они хотели бороться с коррупцией, они бы реализовали те материалы уголовных дел, которые на самом деле уже зафиксированы, сняты и переданы, опубликованы в том числе нами. И речь идет про многомиллиардную коррупцию и про необходимость отставки и министра обороны, и его первого заместителя Цаликова, и про заместителя министра обороны Тимура Иванова, которые действительно причастны к многомиллиардной коррупции. Речь идет не про это. Речь идет про то, что с помощью этого уголовного дела хотят наказать за срыв планов, за то, что не достигнуты те цели, которые Генштаб ставил конкретно перед этим военным. Но что касается борьбы с коррупцией, еще раз повторяю, этот арест, это просто наказание для того, чтобы они понимали, что если кто-то будет не настолько эффективен, насколько это ждут из Москвы, за этим человеком будут приезжать вот эти зеленые человечки из ФСБ, и, собственно говоря, вот все это будет заканчиваться показательными арестами, задержаниями и так далее. Хотя еще раз подчеркну, вы правильно подметили, что сумма пустяковая и в долларах, и, собственно говоря, да и в рублях, там 2 миллиона рублей, это какая-то формальная страна для того, чтобы возбудить четвертую часть статьи 159, особо крупный размер. Владимир, ну, может ли тогда логически напрашивается вопрос, может ли коррупция в российской армии стать, ну, как бы неудачей российской армии в Украине? Провалить все? Ну, это, конечно, это очевидно. Там украли все, что можно и что нельзя, тоже украли, и в данном случае. Только единственное, вот очень многие пишут иногда, вот я читаю внимательно комментарии в соцсетях, люди пишут, да, вот хорошо, что коррупция, если бы не было коррупции, ну, тогда вот они бы давно уже бы гораздо более эффективно что-то сделали со стороны России против Украины. Да нет, это не так, на самом деле. Еще раз подчеркну, я просто убежден на основе данных, которые мы получаем от наших источников из Москвы, что как раз эту войну затеяли, инспирировала нынешняя администрация армии, их генштаб, их разведка, которые снабдили Путина бесчисленным количеством ложных рапортов, докладов о том, что якобы ЦРУ и Украина что-то собираются делать. На самом деле основная база была собрана следователями, прокурорами и счетной палаты для отставки нынешнего руководства Министерства обороны, для их ареста еще к середине 2021 года. Тогда в СИЗО оказались целый ряд якорных подрядчиков, которые очень тесно последние 7-8 лет работали с Шойгу, Цаликовым и Ивановым, платили откаты, получали контракты по завышенным стоимостям. И вот под конец 2021 года встал вопрос о необходимости отставки Шойгу и, по сути дела, о возможном задержании Циаликова и Иванова. И вдруг через полтора месяца, 24 февраля, начинается война, которая сохраняет их статус-кво, позволяет им оставаться на месте, на своем посту. И, собственно говоря, мы знаем, что Путин, это такой он как пацан, в сложной ситуации коней на переправе не меняет, из питерской подворотни, который только просто случайно оказался в КГБ. И он сейчас, ему стыдно отправлять в отставку, и уж тем более арестовывать эту команду, потому что война, и потому что надо с ними продолжать работать. Потому что если произойдут аресты и отставки, тогда Украина и весь мир это воспримут как слабость, что он сдает каких-то членов своей команды. Хотя еще раз подчеркну, на Шойгу, Цаликова и Иванова в ФСБ лежат папки и материалы с документами. Почему им сейчас на данный момент не дают ход? Причина политическая. Будут реализованы именно папки в отношении этих коррупционеров в виде арестов и уголовных дел? Очевидно. Когда? Я думаю, что либо в конце этого года, либо в начале следующего года в любом случае произойдут отставки, ротации и задержания с конфискациями. Потому что то, что они выстроили и заработали, в том числе сейчас и на этой войне, это уже очевидно практически всем в Москве. Владимир, получается, что в Кремле тогда осведомлены о немощности своего войска? Потому что вот читаю некоторых международных военных экспертов, и они говорят, что Путин считает, что все идет по плану, и он побеждает в войне в Украине. Вообще, слово даже победа в этой истории с подлой вероломной войной, мне кажется, тут не может быть никакой изначально победы и не может быть изначально никакого позитива, позитивного исхода. Уже, к сожалению, убиты и погибли огромное количество, десятки тысяч людей и украинцев, и россиян. И победы у Путина здесь и в этой истории быть не может. А по поводу того, что все хорошо в армии, ну, там нет ничего хорошего. Там, к сожалению, огромное количество хищений и огромное количество тех людей, которые стоят на своих позициях, защищая именно свои собственные интересы, интересы правящей элиты, а ни в коем случае не интересы народа. Если бы они защищали народ, они бы все давно по-другому уже сделали. Поэтому там, к сожалению, последние 10 лет была история с отрицательным отбором, и огромное количество людей заняли и занимают свои посты именно по причине личной лояльности, преданности кому-то, кто сверху, а не отстаивания интересов народа или хотя бы даже самой армии солдат. То есть мы вас правильно поняли, что вот Шойгу и компания, они тоже подталкивали Путина к этой войне, но вот как бы не из-за имперских каких-то... Создали условия. Да, создали условия, но и не из-за имперских амбиций, а чтобы скрыть вот эту вот коррупцию многомиллиардную, что вот они наворовали. Безусловно, это то, что происходило. За три месяца до начала военных действий, по информации наших источников, Путина просто загрузили как боржу огромным количеством отчетов, папок с фальшивыми докладами, которые содержат там какие угодно сведения, мистифицирующие Украину и Запад, которые вывели его из этого равновесия, которое он там сохранял последние 20 лет. Это да, это очевидно, это гранд-коррупционеры, которые это сотворили, и я не знаю, что их ждет в следующей жизни, в каком аду они будут гореть, но я думаю, что и здесь, в этой жизни, на этой земле их ждет возмездие и соответствующее большое расследование и задержание, арест и осуждение. Владимир, а может быть вам известны какие-то схемы, иллюстрации, чтобы это все проиллюстрировать? Ну вот, например, я нашел вот такую историю интересную, что в 2012 году российская военная компания получила 26 миллионов долларов на разработку авиационного комплекса для перехвата нестратегических ракет. В общем-то, фирма, с которой они заключили договор, это оказалось, в общем-то, зарегистрировано на адреса общественных туалетов в Самарской области России, ну то есть, как бы, заведомо было 26 миллионов долларов спущены в унитаз. Может быть, вам что-нибудь интересное, известно? Ну, у нас есть несколько людей, которые к нам обратились в ГУЛАГУ-нет, кто сейчас запросили в Европе политическое убежище международную защиту из числа бывших военных, и там есть люди с генеральскими погонами, есть те, кто действительно с ними напрямую сотрудничал, конкретно с командой Шойгу и с Ивановым. У нас есть огромное количество документов. Ну, слушайте, там, например, мы видели контракт, где государство заплатило за обеспыливание поверхностей на большом объекте более 300 миллионов рублей. Хотя, конечно, там не было никакого обеспыливания, не было никаких 26 процедур, а эти работы просто придумали и вывели из бюджета 300 миллионов. И так это повсеместно. А что касается вот из конкретных примеров, которые относятся напрямую к войне, я думаю, что мы, наверное, скорее всего, завтра опубликуем большое четырехчасовое интервью с одним десантником, которого, по сути дела, обманом закинули на войну, и который оттуда выбрался, и который нам дал подробные последовательные показания, в том числе и о состоянии войск, и о состоянии десантных бригад, которые входили в Украину в первые дни, и о том, что он сожалеет, и о том, что он испытывает чувство вины перед украинцами. В общем, я думаю, что завтра мы это покажем, и я надеюсь, что люди поймут, что на самом деле происходит. А главное, что к дню десантника, чтобы сами военные осознали, что они пошли не тем путем, выполняйте преступные, в большей части устные, не письменные приказы, за которые никто не собирается наверху нести ответственность, и все будут перегружать на простых солдат и офицеров, которые выполняли то, что они должны были с самого начала выполнять. Ну вот мы поняли, что был свой интерес у Шойгу и компании, то есть мы об этом поговорили. А какой интерес у ФСБ? Вот если говорить конкретно, вот это пятая служба или пятое управление ФСБ, которое курировало агентурную сеть в Украине, снабжало Путина информацией о армии агентов, но в итоге оказалось, что там никого нету, там после этого руководство в марте поместили под домашний арест. Вот у них был интерес вообще в этой войне? И какова там уровень коррупции, скажем так, в ФСБ? Что касается этой истории, там и пятая служба, и департамент военный контрразведки, еще несколько разных подразделений, они тоже, по сути дела, причастны. И здесь скорее, да, про пятую службу, что я могу сказать? Они действительно рапортовали, что они очень много имеют агентов, и на содержание агентурной сети на протяжении последних лет очень много денежных средств выделялось, только эти денежные средства тоже оказывались на офшорных счетах, в криптовалюте и так далее, в карманах тех, кто распределял эти деньги. Вот. Но большую часть, скорее, здесь, там, если мы говорим про хищение, это все связано с департаментом военной контрразведки, с генералом Юрьевым, который, по сути дела, по линии ФСБ, крышует Шойгу его преступные схемы, это генерал-миллионер, вот, про которого и журналисты достаточно много информации публиковали про их миллионы, про их усадьбы, про их резиденции, про бизнес, их, там, дочек и ближайших родственников. Вот. Это, еще раз, это сращивание. Там нету отдельно, вот можно рассказывать, там, Министерство обороны отдельно ФСБ. Конкретно войну и армию там курирует один клан, который сейчас у руля, у власти, и кто на этом наживается. Вопрос в том лишь, когда их снимут, арестуют и разоблачат. Пока, я так понимаю, они крадут достаточно для того, чтобы обеспечивать деньгами и себя, и путинских олигархов. То есть они пока в плюсе. Ну, то есть процесс продолжается, я имею в виду коррупцию, то есть вот как бы война как-то не ужесточила контроль затраты его средств? А наоборот, она создала огромное количество возможностей для того, чтобы списать. Ведь не случайно ваши украинские военные, которые осматривали там захваченную технику, те колонны, которые были разгромлены первые недели, они же видели и говорили о том, что там заезжают пустышки. А по документам там заезжала суперспецтехника на строительство, на создание которых там на заводе тратились сотни миллионов рублей на каждую такую спецмашину. А они оказались просто там корпус, колеса и все. И поэтому это все бросалось, еще и сжигалось, сливалась информация вам в Украину для того, чтобы ваши военные могли нанести удары. Для того, чтобы списать на эти разгромы огромное количество того, что существовало только на бумаге. Вот. Сейчас безмерные там десятки миллиардов рублей выделяются на компании, аффилированные с Ивановым, с Тимуром, замминистром обороны, которые якобы там восстанавливают там захваченные территории. На самом деле там толком тоже ничего не восстанавливается. Та же самая история с ударом по тюрьме в Еленовке. Вот, пожалуйста, тоже по документам большие деньги тратились на создание тюрьмы, а на самом деле на этот пожар сейчас, на взрыв, списывают тоже достаточно много денежных средств. Поэтому там... Ну, для мафии это выгодно, вот эта история. Чем больше войны, тем больше ущерба, тем больше можно списать. Для народов, конечно, эта история не выгодна, но там не народ принимает решения. Там мафия, которая рулит. Спасибо вам, Владимир, за ваш ответ. И с нами в студии был Владимир Осечкин, российский правозащитник, предприниматель и основатель общественного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». У жителя Череповца приставы списали почти 200 тысяч рублей. Эти деньги он получил за участие в войне в Украине. На странице во ВКонтакте контрактник Юрий Марков рассказал, что его подставили напарники по бизнесу и не платили налоги. Образовался долг. В результате все заработанные на убийствах украинцев деньги забрали приставы. Сам Макаров виновным в развязании войны Кремль не считает. И написал, что, цитирую, «в России заговор против Путина многим добровольцам не выплатили зарплату». Конец цитаты. Тем временем отказывают в выплатах, выплатах и раненым в Украине российским солдатам. Об этом заявил адвокат Максим Гребенюк. По его словам, ранение на фронте не нужно долго доказывать справками, а под список для компенсации подходят далеко не все увечья. Вот, собственно говоря, об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Сергей Кривенко, директор правозащитной группы, гражданин «Армия права». Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, почитал новую газету. Они вот где-то раздобыли цифру, что 113 миллиардов рублей предусмотрены на компенсацию ранеными убитым российским солдатам. Они прикинули, что выплаты эти могут быть начислены за гибель от 4 до 7 тысяч человек и ранения 7-12 тысяч человек. Но вот если взять цифры того же ЦРУ, но они в разы выше. То есть, если мы представим, что мы ЦРУ доверяем больше, получается, что выплаты на всех не предусмотрены. Как вы считаете? Ну, по всей видимости, не так. Все-таки идут бюджетные планирования. И, наверное, то, что называется предусмотренными выплатами, это на какой-то период, на весну или на какие-то летние месяцы. То есть, я думаю, что если понадобятся, эти цифры будут увеличены, потому что выплаты заложены в законах. И погибшим, и раненым, и страховые, и то, что полагается от Министерства обороны, это заложены законы, и военнослужащие имеют на это право. То есть, другая проблема, что это действительно очень трудно оформить, и зачастую не оформляется, и военная медицина не успевает переваривать такое количество ранений. Но выплаты, как бы, в России деньги есть, к сожалению. Сергей, не могу не спросить вас про тему отказников. Наслышанные здесь, как бы, в украинском информационном пространстве, как к ним относится российская армия. Скажите, вот отказники, это сейчас массовое явление? И как действительно к ним относятся в российской армии? Что с ними делают? Ну, вы знаете, очень трудно говорить массовое и немассовое явление, потому что, ну вот, вы должны понимать, что никакой официальной статистики нет, никакой независимой статистики тоже нет, и поэтому мы можем оперировать только теми обращениями, которые идут к правозащитным организациям. То есть, через нашу организацию прошли десятки отказников, и они благополучно уволились. То есть, те военнослужащие, которые заявляли по тем или иным причинам, что вот они не могут продолжать участвовать в операции, появились антивоенные убеждения, и на этом основании просили расторгнуть контракт. Если учесть коллег, мы единственная организация, которая этим помогает, наверное, можно говорить о нескольких сотен. Недавно о нескольких сотнях таких отказчиков, но некоторые СМИ делают, обобщая информацию, имеющуюся в интернете, заявляют о нескольких тысячах уже отказниках, и, по всей видимости, это становится таким заметным явлением. И мы, если первое время, в марте, в апреле, когда появились такие случаи отказа, фиксировали просто случаи дискриминации, некоторые военкомы ставили печати, такие, так сказать, неизвестно откуда взявшиеся из головы, что вот данный военнослужащий склонен к предательству, обману, и такие печати ставили в военный билет. Появляли случаи, что в военных городках, где проживают такие отказники, на домах вывешивали тоже соответствующие листовки. Вот, это совершенно незаконно, но это вот в стиле российской пропаганды, но когда это обжаловалось прокуратуру, прокуратура вставала на сторону военнослужащего и отменяла это все. А сейчас, вот с начала июля, появились довольно жесткие свидетельства и факты, что отказников свозят на территорию Луганской области в разные места, колонию, Брянка называлась, другие сейчас места, где задерживают незаконно совершенно, по российским законам, для задержания и ареста военнослужащего требуется решение суда. Они их задерживают, подвергают тоже психологическому давлению, а некоторые родители, со слов самих военнослужащих, которые вот дозваниваются военнослужащим родителем, а родители в правозащитной организации или журналистам, они заявляют о физических уже пытках. То есть, это уже вот такое явное давление на отказников. А вот давайте, если можно, вернемся к раненым солдатам. Вот Максим Гребенюк, о котором мы вспоминали, адвокат и руководитель правозащитного проекта «Военный омбудсмен», вот он говорит, что к нему обращаются уже сотни обращений, то есть у него есть сотни обращений из-за отказа в выплатах за ранения. Вот он говорит, что сначала не было там каких-то критериев, по поводу ранений, что такое там травма, контузия, вещи оплатили всем. Вот после 22 апреля появился какой-то список и начались проблемы. Вот к вам обращаются с подобными, скажем так, трудностями? И почему они возникают? Что в список там написано, если ногу оторвало, это воевало, если там пулевое ранение, то надо доказать? Что это? Ну, Минобороны к нам тоже обращаются. Правда, мы в основном занимаемся отказниками, организация небольшая, и весь спектр уже сейчас проблем подхватить не можем, но такие обращения тоже есть. И он совершенно прав. Проблема в том, что это бюрократия, Министерство обороны тоже бюрократия. И когда в начале марта вышел указ президента о том, что всем раненым положено 3 миллиона, будет выплачиваться из бюджета, помимо других выплат, то есть в соответствии с законом, сейчас выплачивается 300 тысяч за тяжелое ранение, около 300, и примерно 75 тысяч за легкое ранение. Это выплачивается по справке, командир должен написать такую справку, и по заключению военно-врачебной комиссии после госпиталя. А помимо этого еще президент обещал всем 3 миллиона. Но это президент обещал, а как их выплачивать? И вот был вопрос, и поэтому правительство России выпустило постановление, где перечислены, за какие случаи ранения выплачиваются, а за какие нет. И Максим Гребенек совершенно прав и говорит о том, что это такое впечатление, что это постановление касается мирного времени, потому что очень многие, так сказать, боевые ранения туда не вошли, а ранения мирного времени там, ну, возникают проблемы, то есть это ранение надо оформить, то есть командир должен оформить, или это военно-врачебная комиссия должна написать соответствующий диагноз, который совпадал бы с этим перечнем, и второе, зафиксировать, что это ранение получено во время боевых действий, это уже должна быть справка от командира. И вот с оформлением этих бумаг возникают большие проблемы, как всегда в России, и появляются сотни обращений. Но насколько, если мы оперируем цифрами 50-60 тысяч раненых, по таким грубым оценкам, да, ну, все-таки сотни обращений в правозащитной организации, это довольно заметно, а сколько их на самом деле, ну, мы не знаем, потому что статистики нет. А вот эти люди, это вот срочники, контрактники, и вот какой, есть ли среди них так называемые добровольцы, вот какой у них правовой статус, вот если они получают ранения, скажем так, на этой войне, то они потом, скажем так, заслуживают, в кавычках, на эту компенсацию? Или же могут возникнуть вопросы? Все, что я говорил, это касается военнослужащих Российской Федерации, а военнослужащими являются либо военнослужащие по призыву, то есть срочник, либо военнослужащие по контракту. Вот они имеют статус военнослужащего, если он контрактник, он заключил контракт с Министерством обороны, или с Росгвардией, или с ФСБ, если это погранвойска, а если это срочник, его призвали на военную службу. То есть тут все очень четко и понятно. И только таким военнослужащим по закону положены вот эти компенсации, о которых я говорил. Если речь идет о добровольцах, так называемых, то с ними они вообще по закону российскому не существуют. И, соответственно, не существуют и никакие выплаты. Поэтому то, что им платится или то, что обещается, это какие-то внебюджетные фонды, либо какие-то внебюджетные совершенно фонды, которые тоже с точки зрения российского законодательства, если подходить формально, они тоже незаконны. То есть с добровольцами вообще очень непонятная история, им никто ничего не обязан давать. И это еще с 2014-2015 года большая проблема, что многие граждане России, которые поехали повоевать на Донбасс на стороне ДНР, ЛНР, так называемые добровольцы вливались там в какие-то отряды, а потом, получив ранения, или если они погибли, то родственники или сами эти, получившие ранения, претендовали в России на какие-то выплаты. Но, конечно, ничего не получали, потому что по закону им ничего не положено. Все равно, Сергей, создается впечатление, все равно, что эти раненые российские солдаты уже в России никому не нужны. Почему так выходит? Видим, что в интернете им на лечение деньги собирают. Ну, это не то, что никому не нужны. Состояние российского общества сейчас вообще вызывает проблемы. И это отдельный разговор. Но я хочу сказать, что статус военнослужащего он дает право на получение этих выплат. И, в принципе, Россия выплачивает погибшим или их семьям. И проблемы возникают только если там справки не оформлены или самого тела военнослужащего не найдено, потому что и, соответственно, нельзя написать справку на основании чего он погиб и связать это с боевыми действиями. Только в таких случаях возникает проблема. Ну, а со стороны раненых возникает проблема вот со стороны оформления бумаг. Ну, чиновники, как всегда, чиновники в России очень наплевательски относятся к тем, кого они обслуживают. И, может быть, из-за этого создаются впечатления. И когда человеку, если он не оформил бумаги, не выплачиваются такие пособия, ну, тогда какие-то люди начинают собирать деньги ему на помощь уже, то, что называется, всем миром. Сергей, и вот финальный вопрос. Прошу вас, читала от вас историю, что говорили, вы рассказывали... Вернемся к отказникам. Читала историю, сестра вам рассказывала, контрактника, что после трех месяцев участия в боевых действиях ее брат и сослуживцы в последние недели выживали без еды и воды. В итоге они сами дошли до Крыма и подали в военную прокуратуру рапорты о расторжении контрактов. Им сказали, что отвезут в часть по месту дислокации, но прилетел вертолет и отвез их в Луганскую область. Часто ли это происходит? Ну, вот я говорю, такие случаи стали происходить сейчас в июле, они это как бы началось и приобретают довольно массовый характер. По крайней мере, мы сейчас знаем о десятках, можно даже и можно говорить о сотне военнослужащих, отказников, которые содержат. Это только те, о которых стало известно правозащитным структурам или СМИ, сколько на самом деле совершенно непонятно. Сами военнослужащие, которые удалось вырваться оттуда, заявляют о большом количестве. То есть вот эта история, что командование России стало бороться с отказниками и получает, что российских солдат само российское командование держит хуже пленных и относится к ним хуже, чем к военнопленным. Хотя, наверное, это сейчас после этого взрыва говорить об этом тоже не очень правильно. Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права». Мы говорили о компенсациях для российских военных. Ну, а в Киеве пошел десятый час. Мы продолжаем эфир главными новостями из Украины и мира. Ливан арестовал судно, которое может перевозить украденное украинское зерно. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на ливанского генпрокурора Гасана Уайдата. Посольство Украины в Беруте сообщило, что судно было загружено Феодосией в оккупированном России и украинском Крыму. Сам груз происходит из Запорожья и Херсона, временно оккупированных России территорий. Судно будет находиться под арестом, пока Ливан проводит расследование происхождения груза. На кампанию владельцы корабля США наложили санкции за связи с сирийским правительством Башара Асада. Ранее Ливан импортировал большую часть своей пшеницы из Украины, но поставки остановились из-за вторжения России и блокады основных черноморских портов. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе визита Пелоси может посетить Тайвань, и эти слухи усилили напряженность между США и Китаем. Пекин считает Тайвань своей территорией. Вашингтон официально не признает независимость острова, но фактически обеспечивает его территориальную целостность. Пелоси формально третий человек в Америке. После президента и вице-президента власти США планы по посещению спикера Тайваня не подтверждали и не опровергали. Затем, куда летит самолет, следили 60 тысяч человек в специализированной программе отслеживания самолетов Lightradar-24. В результате сигналы лайнера в программе перестали показывать. Китайская армия начала ранее необъявленные учения в провинции Фудзянь, отделенной от Тайваня проливом, а китайский пропагандист Ху Синцпин пригрозил, что самолет Пелоси в случае полета на Тайвань будет сбит. Мировая пресса писала о возможности начала Третьей мировой войны. Сегодня Нэнси Пелоси опубликовала свой план поездки в азиатский регион в списке четыре страны Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Тайваня в нем нет. И, собственно говоря, о чем это говорит? Удалось ли снять, скажем так, угрозу Третьей мировой войны? Мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Алексей Мельник, судиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот то, что сегодня появился этот список, и Тайваня там нет. Это вот такая дипломатическая уловка или вот американцы передумали, как вы считаете? Ну, во-первых, президент Соединенных Штатов не может приказывать, скажем так, как это, например, может председатель Китая делать всем своим чиновникам. Но в данном случае мне кажется, что скорее всего Пелоси, наверное, откажется от этого визита. Но вообще это такая вот традиционная игра, договорная такая игра между Соединенными Штатами и Китаем, когда нужно с одной стороны показать какие-то серьезные намерения, то есть, например, поддержку Тайваня Соединенными Штатами, а вместе с тем нужно подыграть Китаю в том, чтобы Китай, власть Китая показала своему внутреннему пользователю, зрителю то, что Китай делает какие-то угрозы, то, что Китай может отвечать на подобные, скажем, провокации. Но, в общем-то, где-то есть понимание того, что ни одна, ни другая сторона на самом деле не желает вступить в какую-то открытую конфронтацию или тем более военные столкновения. А в данном случае речь идет, то есть, если звучат китайские угрозы Тайваню, то Тайвань, который имеет безопасность, гарантии безопасности от Соединенных Штатов, то есть, это как бы вероятность прямого военного столкновения достаточно высока. Вот, да, то есть, скорее всего, идет такая игра мускул, которая, ну, закончится, ну, должна закончиться, по крайней мере, нервная, и я не думаю, что будет какой-то серьезный инцидент. Алексей, ну, вот все-таки, если даже Нэнси Пелоси не совершит этот визит на Таймань, почему США решили провоцировать Китай? Понятно, понятно же было Вашингтону, какая реакция будет Пекина? Ну, я не стал бы говорить, что США, потому что, если мы говорим США, ну, например, я говорю, если, что президент Соединенных Штатов не может приказывать всем. Он может, например, Плинкену давать распоряжение, да, но он не может главе Конгресса или главе Сената ставить задачу, тем более, если это, даже если это представители одной и той же партии. Поэтому, наверное, это было бы преувеличением говорить, что Соединенные Штаты провоцируют. Вот, поэтому вы сохраняете... как вы считаете, что Китай так жестко отреагировал, но вот назвал это красной линией, за которую вот заступать нельзя, ну, скажем так, мог закрыть глаза, там, не заметить, или там ограничиться какими-то дипломатическими формулировками, а тут вот пропагандисты уже угрожают сбить самолет с третьим человеком Америки? Я уверен, что, скорее всего, это эти месседжи, ориентированные на внутреннюю публику. То есть, Китай просто обязан показывать то, что китайское руководство, то, что они реагируют очень сильно, вот, но сбить самолет с американским флагом, то есть, это, ну, явно то, на что Китай никогда не пойдет. Но подобные заявления на внутреннюю публику не очень хорошо работают. То есть, для людей, которые, или экспертов, которые отслеживают, например, регулярные какие-то инциденты, которые происходят в Южно-Китайском море, вот, ну, наверное, вот, скажем, подобные заявления не являются чем-то новым. В истории двусторонних отношений, даже за последние, там, два десятка лет, было достаточно много случаев, когда обе стороны буквально стояли, скажем так, на грани где-то военного конфликта, но при этом все равно удавалось решать. При этом нужно тоже, скажем, иметь в виду, что Китай за последние годы очень сильно нарастил свои военные возможности, но, то есть, наличие, например, военных возможностей, которые все равно сохраняются ниже, чем Соединенных Штатов, оно придает каких-то сил Китаю, уверенности в себе, но, опять-таки, есть политические цели, и есть политические цели Китая как раз в том, чтобы не допускать конфронтации с Соединенными Штатами. На уровне риторики, да, но, по крайней мере, не прямой военный конфликт. Как, даже если не прямой военный конфликт, как конфликт между Вашингтоном и Пекином может сказаться на поддержке Соединенными Штатами Украины? Наверное, это все-таки два каких-то параллельных трека. В Китае, мы знаем, какую позицию занимает Китай. кто-то называет это нейтралитет, кто-то это называет такое нейтральное мордерство. Китай пытается максимально заработать на этом конфликте, но в любом случае Китай не демонстрирует открытой поддержки ни России, ни Украины. Поэтому есть какие-то были какие-то угрозы, что Китай изменит свою позицию и станет все-таки на сторону России, по крайней мере в поставке каких-то отдельных образцов вооружений, но я думаю, что Китай очень правильно среагировал на те сигналы, которые шли от Соединенных Штатов. То же самое касается к примеру соблюдения режима международных санкций, которые наложены на Россию как со стороны Европейского Союза, так и Соединенных Штатов. То есть Китай очень осторожно ведет себя в этой ситуации. То, что Китай не голосует или воздерживается или же голосует против на международных площадках, это в общем-то не говорит о том, что Китай поддерживает Россию. То есть Китай занимается или, скажем, ему выгодно сейчас занимать такую антиамериканскую, антизападную политику, но он ни в коем случае не будет жертвовать своими интересами ради дружбы с Россией. Поэтому я думаю, во-первых, я уверен, что этот конфликт, который сейчас вроде как на первых полосах газет или breaking news, его все равно сумеют купировать и поэтому это вряд ли каким-то образом отразится на том, что Соединенные Штаты делают в смысле поддержки Украины и противодействия российской агрессии. Алексей, ну вот еще последнее уточнение все-таки по поводу этого визита возможного на Тайвань, на НСП Лоси. Не повлияет ли политика, скажем так, на ее решение? В ноябре будут выборы в Конгресс, Лоси представляет демократов, республиканцы сейчас за этой ситуацией наблюдают и вот как бы эта история может так дает им карты заявить, что вот посмотрите, Пелоси испугалась давления Китая, вот как бы под этот шум возможно не произойдет ли визит на Тайвань, но потому что Пелоси, она достаточно такая вот ее называют железная леди американская. Не мешается ли политика в ее решении? Ну, в общем-то, как говорят американские тайваньские эксперты или эксперты по Китаю в такую возможность нельзя отключать. То есть в какой-то момент возможно Пелоси думает все-таки сделать посадку в Тайване, как вы сказали, выборы, может быть, там есть какие-то у нее свои аргументы для того, чтобы пойти на такой достаточно рискованный шум. но при этом Тайвань занимает достаточно мудрую позицию в том плане, что не было ни одного озвучено приглашения или какого-то намека, который мог бы использоваться Пекином в плане как провокации или повод для возможной агрессии. То есть, как говорят многие эксперты, наблюдатели, то есть если вдруг это случится, имею ввиду Пелоси приедет или самолет Пелоси приземлится в столице Тайваня, то вся вина будет на собственно даже не на Соединенных Штатах, то есть на Соединенных Штатах но в первую очередь на Нэнси Пелоси. То есть в данном случае Китай или Пекину официальному оставляется какой-то простор для маневра для того, чтобы скажем так переключить свой гнев больше на Вашингтон, чем делать какие-то прямые агрессивные действия в направлении Тайвань. Спасибо большое, Алексей Мельник, со-директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Тем временем на жителя города Шуи Сергея Веселова завели уголовное дело за фейки об армии Российской Федерации и за роликов на Ютьюбе. На его канале всего шесть подписчиков. Весело публично выступает против войны в Украине и его уже оштрафовали на 63 тысячи рублей. Наградили меня штрафом в размере 30 тысяч за то, что я дискредитирую использование вооруженных сил Российской Федерации. Ну, я сначала подумал, вроде как бы 30 тысяч не очень большая цена за то, чтобы иметь чистую совесть. Был я и остаюсь при том мнении, что вода мокрая, трава зеленая, небо синее, а война есть война, и на войне убивают, а война в Украине преступна вдвойне, потому что это война против братского народа раз, и потому что война в принципе недопустима, это два. Все, за этим откланиваюсь. Видишь, удивительная ситуация, шесть подписчиков и все равно уголовное дело возбедили и до этого оштрафовали. Наверное, те, у кого миллион подписчиков, просто не говорят никаких антивоенных высказываний. Или зарабатывают на продвижении войны. Наказание и за распространение заведомо ложной информации об армии Госдума одобрила через неделю после начала полномасштабной войны в Украине. Статья о фейках предполагает только уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы. По ней в России уже возбудили 75 уголовных дел, следуют из данных правозащитного проекта ОВД-Инфо. Одновременно депутаты Госдумы вели ответственность за так называемую дискредитацию российской армии, как административную, так и уголовную, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Под уголовную статью можно попасть, если в течение года дискредитировать армию больше одного раза. или если дискредитация приведет к тяжким последствиям, например, спровоцирует беспорядки. К концу июля в России завели уже 3,5 тысячи административных дел о дискредитации, говорят данные правозащитного проекта ОВД-Инфо и Медиазона. Ну и об этом мы далее поговорим с нашим гостем. Это Изабелла Евлоева, главный редактор интернет-издания Фартанга. Изабелла, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот против вас недавно возбудили уже третье уголовное дело по статье о фейках, насколько я понял. Если можно, расскажите нашим зрителям за что конкретно и чего касались предыдущие два дела. Уголовные дела возбуждены за серию постов о событиях, естественно, в Украине, о потерях российских военнослужащих и частности ингушских. Второе дело возбуждено за пост о событиях в Буче. И третье уголовное дело возбуждено за потери российских военнослужащих и за публикацию о взрыве в Кременчике. Скажите, пожалуйста, связи с этими преследованиями в России. Сейчас много доносов? Я не могу сказать конкретно сколько доносов, но я думаю, что их немало, учитывая публикации в СМИ. Есть даже случаи, когда мать донесла на своего сына за то, что он не хотел служить и уклонялся от армии, судя по сообщениям в СМИ. Но точное количество я, конечно, сказать не могу. в СМИ. Я так понимаю, что вы не стали ждать, чем закончится касательно вас это все дело. Вы уехали, правильно? Адвокат, я читал, заявил, что вас уже якобы объявили в розыск. Вы можете это подтвердить? И было ли давление на ваших родных, скажем так, со стороны власти? Да, есть давление естественно на моих родных. У моих родителей прошли обыски. Моих родителей и мою дочь, которая живет в России, вызывали на допросы. Меня объявили в уголовный розыск, в федеральный розыск. Есть разговоры о том, что объявят международный. Но я уехала еще до войны в Украине, поэтому мне как бы тюрьма не грозит. То есть до 24 февраля до широкомасштабного вторжения? Не до 2014 года, просто война. Да, да, широкомасштабно. Дело в том, что в Ингушетии были протесты в 2018 году, после которого подверглись уголовному преследованию более 50 человек. Я одна из участниц этого протеста и я уехала из России примерно в 2019 году. Изабелла, еще вопрос. Вот только что перед вами у нас была информация о штрафах, что оштрафовали мужчину за антивоенное высказывание на его YouTube-канале, у которого всего 6 подписчиков. Выглядит это достаточно смешно, иронично. Насколько часто вы слышите о том, что штрафуют в информационном пространстве? Это часто слышится? Это повсеместно. Сейчас штрафуют не просто за слово «нет войне», сейчас штрафуют просто за слово «мир». И даже за слово два слова могут на листочке написать и за это могут оштрафовать. Штрафуют повсеместно, по всей России, по республикам. Обычно, по моим наблюдениям, каких-то обычных людей их штрафуют именно и вменяют им статью о дискредитации армии, а тех, у кого пошире аудитория и, как бы, по мнению властей, те, которые могут представлять угрозу для государства, им вменяют статью именно о фейках. Изабелла, но поскольку массовых антивоенных митингов в России мы не видим, как преследуют за фейки и всякие антивоенные высказывания? Как преследуют? Ну, возбуждают уголовные дела те, кто есть в России, их, естественно, могут арестовать. Вот журналистку недавно арестовали и дали и депутата арестовали и дали ему семь лет тюрьмы остальных. Либо вменяют им штрафы, кто-то уезжает. Россия преследует не только по статье о фейках, Россия преследует в последние годы это преследование нарастает по многим другим статьям. То есть гражданское общество и свобода слова жестко пресекаются и поэтому это все не ново. Просто с началом и широкомасштабным втожением в Украину это приобрело вот такой вот иногда даже бредовый оттенок, когда штрафуют и преследуют даже за пикет, где написано не просто война или мир, где написано война и мир, учитывая, что есть такой арман Толстого. А вот кто и как решают, когда вот я дискредитировал или я вот солгал умышленно? Ну просто для меня это как-то совершенно непонятно. Может быть есть какая-то кремлевская табличка, где вот все расписано, все эти случаи, потому что мне кажется за листочек мир это можно сказать, что это и фейк, и дискредитация. Кто решает? Вообще я так понимаю, что есть какие-то подразделения, которые мониторят комментарии в интернете. Например, против меня уголовные дела возбуждены два раза по рапорту ФСБ, один раз по рапорту сотрудника Центра Э. И я так понимаю, что есть люди, которые сидят и решают, что это дискредитация или это фейк, и передают эти дела по месту, направляют протоколы по месту прописки этого человека и таким образом заводят дело. Что у них в головах очень трудно сказать, но... Ну я правильно понимаю, то есть если вот эти вот как бы люди, которые некие там ФСБ или кто-то другой решили, что это фейк, то уже в суде рассматривается дело о фейке, то есть оно там не может переквалифицироваться в дискредитацию. Ну потому что фейк это однозначно до 15 лет, а там хоть штрафом можно обойтись. Ну фейк тоже в первой части там до 3-х решения свободы, а в второй части до 19-х решения свободы. Поэтому я не знаю конкретно если там просто юнистов, где фейк от дискредитация, Изабыла, мы вас практически не слышим и не видим. Что-то со связью. Что-то со связью. Изабыла, мы только что вас и не слышали, и не видели. Сейчас мы перенаберем ее еще раз. Попробуем связаться с Изабеллой. Это главный редактор интернет-издания Фартанга. Против Изабеллы на родине в республике Ингушетия возбуждено уже три уголовных дела за фейки, за якобы фейки о российской армии. Изабыла, Вы с нами снова на связи. Вы могли бы повторить ответ на вопрос? Прошу прощения, пропала связь. Вы могли бы повторить, пожалуйста, вопрос? Потому что пока связь пропала, я тоже немножко... Хорошая у нас игра. Будем по буквам. Изабелла, ну, в общем, мы поняли, что это решает ФСБ или некие следователи, дискредитация или это ложь, но вопрос был, можно ли как-то переквалифицировать в суде, скажем так, потому что если тебя обвинили в фейке, то это более, скажем так, уже тяжелая статья до 15 лет, а дискредитация можно как-то обойтись штрафом? Я не знаю, я думаю, что это вопрос к юристам, но статья по фейкам тоже имеет первую и вторую часть, и по первой части там до трех лет лишения свободы, а по второй до 15. Но я думаю, что если конкретно тебя, скажем так, взяли по статье о фейках, то они, то есть, как бы в России нет такого, что ты можешь в суде что-то оспорить. В России, если тебе вменили эту статью, значит, ты по этой статье сядешь. Вот и все. А вот конкретно какие-то случаи, это скорее, вам лучше об этом расскажет юрист, потому что случаев много, и каждый уникален, но в целом тенденция такая, что обычно ту статью, которую тебе меняют, и то, что запрашивает прокуратура, обычно это и дают. Но мы правильно вас понимаем, Изабелла, что по сути ситуации со штрафами сейчас намного больше, чем ситуации с теми, что кого-то садят на 7 лет, как депутата. То есть более массовая история со штрафами все-таки, чем вот... Да, конечно, более массовая со штрафами, но то, что именно я говорила, те люди, у которых есть какая-то аудитория, или это журналисты, или это блогеры, или это какие-то правозащитники, то их чаще всего им вменяют статью о фейках, по моим наблюдениям, потому что это более жесткая статья. Те люди, у которых там, условно, какой-то неизвестный подписчик оставил комментарий где-то под какой-то новостью, то им чаще вменяют статью о дискредитации армии. То есть сейчас отслеживание больше происходит в соцсетях, на YouTube-каналах, на информационных изданиях, правильно? То есть не так, что мы видим постоянно какие-то пикеты происходят в России, антивоенные. Сейчас больше все пошло в социальные сети. Да, конечно, потому что это практически невозможно сейчас проводить пикеты, если могут привлечь тебя за то, что у тебя, условно, там был случай в России, когда у девушки был маникюр в цветах украинского флага, желто-синего, или у молодого человека были кроссовки желто-синего цвета, и их забирали в полицейские участки. Как вы себе представляете ситуацию с пикетами? То есть в России очень жестко сейчас. Даже думать о том, что нет войны, это очень опасно, как у Орелла. То есть совершенно случайно человек, который далекий от политики, или он считает, что он не следит за войной и не хочет, но вот одел он желтый-голубой цвет, и вот его... Нет, я не думаю, что это так. Я думаю, что все-таки люди специально надевают и хотя бы таким образом выражают свой протест, потому что понимают, что делать какие-то явные шаги в этом направлении очень опасно для них. Ну и у полицейских просто и у силовиков жесткая, я думаю, установка задерживать и арестовывать за любое инакомыслие в плане вторжения в Украину. Изабелла, скажите, вот по количеству погибших в Украине вот лидируют там Дагестан, Бурятия, вот есть ли у вас данные по Ингушетии? Ну понятно, что официальной статистики нет, но вот возможно там как бы там родственники, там знакомые говорят, то есть вот уже то количество гробов, что вот все говорят о том, что цифры достаточно большие или нет? Да, у меня есть данные по Ингушетии, я отслеживаю. В Ингушетии погибло 22 человека. В принципе, за это я и получила первое уголовное дело, потому что у меня был по фамильному выложен список, кто погиб, где они служили, какие у них были звания вместе с годами рождения и со всеми остальными. 22 человека погибло в Ингушетии. последние трое вот их похоронили буквально два дня назад. Спасибо, Изабелла. Изабелла Явлоева, главный редактор интернет-издания Фартанга. Спасибо. Ну а далее мы поговорим о том, что Москва может продолжить тактику создания так называемых серых зон в Украине, если не сможет продолжать активные боевые действия и наступления. Это постепенное закрепление на захваченных территориях, накачивание их оружием и проведение постепенной мобилизации. Далее мы поговорим с следующим гостем, это Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И сразу вот вопрос. Зачем Россия в Украине создавать эти серые зоны, действительно, чтобы закрепиться на этих территориях и через некоторое непродолжительное время дальше продолжить наступление на всю Украину? Да, абсолютно. Мы помним, что стратегической целью московского режима является полная ликвидация такого понятия, как украинская государственность совсем. И они пытались достичь этой цели февральским наступлением, наступая с разных сторон, то есть захотели решить эту задачу одним ударом. У них не получилось, и они перешли к тактике последовательных ударов, то есть от метода параллельного планирования к последованию. То есть захватывают какой-то участок, абсорбируют его, закрепляются на нем, переваривают и присоединяют к Российской Федерации. То есть таким образом стараются откусывать от Украины кусочек за кусочком и превращать это в территорию, в общем-то, страны-оккупанта. И такой тактики они придерживаются и далее, пока используя преимущества и в численном составе вооруженных сил, и в большем количестве техники, вооружения и боеприпасов. Насколько и хватит, вопрос другой, потому что нужно понимать, что война в любом случае изматывает санкции, замедляют такое движение, и груз внутренних проблем Российской Федерации постепенно нарастает. Но вот эта тактика, она насколько эффективна? То есть она, в моем понимании, эффективна, если есть некие там соглашения аля Минские, где там что-то где-то зафиксировано, и то есть вот эти соглашения связывают какую-то из сторон по рукам и ногам. Но вот если таких соглашений нет, есть некая серая зона, туда как бы завтра может зайти смело украинская армия, ее ничего не останавливает, она освобождает свои земли. То есть как бы насколько такая тактика Кремлю выгодна сейчас, что ли? Без вот каких-то таких вот документов, скажем так, а-ля вот Минские соглашения. Да, в этом-то и состоит новизна, извините, этой ситуации, потому что если раньше в 2014 году мы говорили, что Украину связывали по рукам и ногам Минскими соглашениями, это был вынужденный и крайне необходимый для Украины шаг, конечно же, то на сегодняшний день такого состояния нет. То есть Москва уже несколько раз пыталась послать месседж, согласно которому она предлагала уже перейти к переговорам. Украина пока категорически отказывается, я имею надежду и уверенно, что так и будет продолжаться. Поэтому Москва вынужденно идет на некие импровизации, то есть как мы видим, например, на Харьковском направлении, то есть в Херсоне мы видим попытку проведения какого-то референдума с целью закрепить как бы состоявшийся захват. И он имеет своей целью достаточно определенные и понятные перспективы. А именно 11 сентября, единый день голосования в России. Территория присоединяется к Российской Федерации и после этого рассматривается уже как территория Российской Федерации, нападение на которую можно отбивать, используя весь спектр возможных сил и средств. И тут мы прекрасно понимаем, что Кремль в таком случае закладывает в свой карман так называемый козырь в виде ядерной дубинки, потому что агрессора, даже как они отмечают, агрессора, даже который не имеет ядерных средств, можно остановить нанесением ядерных ударов. Здесь Кремль в принципе ничего не теряет. Удар может нанесен быть и по украинской территории, как они думают, и по оккупированным территориям, которые якобы вошли в состав Российской Федерации. То, что этого не случится, это уже другой вопрос, но таким образом они действуют на внутреннюю аудиторию. То есть мы правильно понимаем, Сергей, что через эти серые зоны российская армия будет гнать всю военную технику. И что будет с предприятиями? Что происходит с предприятиями в серых зонах? Ну, с предприятиями мы видим, что происходит. И пример Донбасса нам, как говорится, налицо. То есть за 8 лет не было создано ни одного нового предприятия. Те технологические цепочки, те комплексы, которые были на временно оккупированных территориях Донбасса, они были полностью, абсолютно уничтожены. То есть наступает такая деградация промышленности, деградация сельского хозяйства в тех направлениях. То есть нет никакого развития. Россия, как всегда, действует методом экстенсивного развития, то есть приобретением новых территорий, из которых она высасывает ресурсы, не создавая ничего нового. То есть таким образом они в перспективе намереваются действовать и в так называемых серых зонах. Вопрос, насколько это будет удачно, уже другой, но перспектива сохраняется именно такой, каково она есть на сегодняшний момент. Ну а для людей, живущих там, жизнь тоже превратится в ад на земле? Да. Да, и мы это уже видим. И, к сожалению, так получилось, что я достаточно плотно занимался вопросами Донбасса. И мы понимали, что Донбасс нуждается в такой, после освобождения нуждался бы и будет нуждаться в такой колоссальной, реформе, которую сейчас даже мы с вами представить не можем. Теперь зона вот этого ужаса, она просто расширилась на дополнительные территории и нужно понимать, чем дольше противник будет находиться на этих территориях, тем более глубокие, необратимые изменения произойдут именно с этими территориями и больше сил и средств понадобится Украине для того, чтобы восстановить там минимально необходимый уровень жизни. Если вернуться к ситуации на Восточном фронте, вот недавно российские пропагандисты так радостно заявляли, что закончилась оперативная пауза и вот начинается наступление там от Авдеевки до Марьинки вот по всей ширине фронта, но украинские военные этого не подтвердили, то есть вот как бы плотность огня такая же, как и была. По-вашему, насколько эта так называемая оперативная пауза еще может затянуться или российская армия уже выдохлась и вот скажем так на большее она уже не способна? Ну, знаете, они заявили как бы об окончании оперативной паузы. В любом случае оперативная пауза это было единоличное решение российской стороны. Мы этого как бы не прочувствовали, потому что интенсивность обстрелов никоим образом не изменилась. Противник даже в некоторых случаях увеличил интенсивность обстрелов с целью недопущения прорыва наших подразделений к подразделениям российских войск, которые перегруппироваются и пополняются. Таким образом для нас в принципе отсутствовало понятие оперативной паузы. А начиная с 17 июля мы уже обращаем внимание на то, что противник интенсифицировал именно попытки проводить наступательные действия. И в общем-то за две недели мы отмечаем продвижение противника на некоторых участках на 3, ну максимум 5 километров. То есть считать это опять же таким наступлением в классическом варианте нет, мы не можем. Но противник пытается продвинуться. Да, он постоянно меняет приоритетность задач. То это был Славянск, потом это был Северск, сейчас это Бахмут. Они пытаются наступать от Авдеевки до Маринки безуспешно, причем нужно отметить, что там они безуспешно наступают в течение последних пяти месяцев, не продвинувшись ни на сантиметр. То есть они бьются в нашу оборону, пытаясь ее прорвать, но с этим у них большие проблемы. Сергей, ну почему, зачем Россия продолжает врать и создавать вот эти квази-государства? Спутники все видят, Запад все понимает. Почему, вот зачем вот это вранье? Можно же просто признать, да, мы оккупировали часть Украины, незаконно. Ну, вы знаете, как бы, есть еще понятие внутреннее потребление, и есть понятие узкий круг, ограниченный круг друзей России, так называемый, и нужно как бы сохранить лицо или попытаться сохранить какие-то остатки репутации перед теми сочувствующими, которые, я не знаю, по каким причинам продолжают поддерживать Россию в странах Европы. В общем-то, такие люди тоже, к сожалению, есть, несмотря на ту очевидность и доступность материалов. Потому что это деньги, это в первую очередь деньги, то есть, если Россия сейчас открыто объявит о том, что она аннексировала часть Украины и не предъявит никаких законных требований, то даже не совсем демократические режимы Африки, Азии, они вынуждены будут как бы играть по правилам цивилизованного мира и отказываться от поддержки России. Кроме того, нужно понимать, что есть еще такое понятие, как внутреннее потребление, то есть, для российского охлоса нужно тоже подавать картинку, в которой Россия выглядит такой передовой державой, которая несет в кавычках мир и свободу, там, и спокойствие, борется с нацизмом и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно же, они не будут никогда открыто говорить о том, что они являются открытыми захватчиками, аннексирующими территории, и, опять же, исходя из того дипломатического состояния, в котором мы сейчас с вами находимся, то есть, Россия до сих пор член организации объединенных наций, как это дико не звучит. Вы знаете, в этом смысле Лига наций поступила честнее, изгнав Советский Союз из этой организации после нападения на Финляндию. Здесь мы имеем такое агрессивное действие, результат, ну, собственно, никакой. Поэтому, используя площадку организации объединенных наций как площадку для пропаганды и демагогии, Россия пытается пронести свой нарратив, и, опять же, это все возвращается к тем же самым деньгам, к возможности и необходимости продать какие-то свои ресурсы для того, чтобы получить дополнительные деньги на ведение этой войны. Ну, и, опять же, третья точка, почему они так действуют, я еще раз повторяю, что в этом году, 31 декабря, будет столетие создания Советского Союза, и к этой дате у России, я уверен, существуют планы объявления о воссоздании Советского Союза в новом формате, в каком-нибудь состоянии, и для этого им нужна и Украина, они уже получили Белоруссию, они смотрят на Молдову, они смотрят на страны Центральной Азии и на наших Балтийских союзников. Опять эта сентиментальная привычка привязываться к датам. Да, безусловно, но я еще раз повторяю, эта сентиментальная привычка привязываться к датам, она имеет под собой абсолютно четкую экономическую подоплеку, то есть, понимая, что действующий кремлевский режим не принес ничего на действующую, на нынешнюю территорию Российской Федерации, им нужно как-то ослабить внутреннее напряжение, а ослабить внутреннее напряжение, они могут только в один известный способ, захват чужих территорий. Как мы это видим на сегодняшний день, то есть, когда украинские товары появляются на рынках и в магазинах Российской Федерации, когда украинская сельскохозяйственная техника выявляется в горах Кавказа и так далее и тому подобное. Типичная матрица поведения Кремля, не поменявшаяся за последние 500 лет. Наши коллеги с Радио Свободы тут проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что в Белгородской области происходит наращивание российской военной техники. Вот я посмотрел по карте вот этот населенный пункт нам как бы одинаково что до Харькова, что до Славянска, Краматорска. Как вы считаете, вот это наращивание, оно в какую сторону? То есть, это будет какой-то отвлекающий маневр, удар по Харькову или Харьковское направление или же подкрепление Славянск, Краматорск вот туда? Ну, вы знаете, по моему мнению, я подчеркиваю, исключительно мое мнение, на сегодняшний день мы все-таки имеем наиболее важное направление, стратегически важное направление для обоих сторон, то есть и для Украины, и для России, это южное направление, и Херсон в частности. Поэтому создание таких группировок в районе Белгорода, в районе Изюма, достаточно вялые, давайте будем говорить откровенно вялые действия на Донбассе, по моему мнению, имеют отвлекающий характер с целью задержать и упредить маневр украинских вооруженных сил на другие направления, а именно на южное направление, где, по моему мнению, события будут разворачиваться несколько в другом ракурсе, то есть противник будет пытаться провести какие-то активные действия, потому что характер группировки, которую он сейчас формирует, именно на южном направлении, говорит скорее о каком-то наступательном порядке действий, хотя это выглядит очень странно и нелогично с точки зрения планирования военных операций. То есть они даже не собираются обороняться, вот вы наблюдаете, вот эту группировку, то есть они хотят наступать, идти вперед? Да, безусловно, потому что мы видим именно переброску таких ударных подразделений, и сами понимаете, использовать десант в обороне это довольно нелогично, использовать большое количество танков в обороне это тоже достаточно нелогично, но наступать, почему я говорю о некой странности, потому что наступать с этого правобережного плацдарма Херсонской области, имея ограниченное количество коммуникаций в сторону Николаева, будет, ну, наверное, нелогично, поэтому есть предположение, что они могут попытаться продвинуться в сторону Кривого Рога и в сторону Запорожья, для того, чтобы расширить в перспективе плацдарм, для дальнейшего наступления на Николаев, Одессу, а дальше, как я говорил, то же самое, Приднестровье, Молдово, поэтому ситуация достаточно напряженная, мы внимательно за этим следим и понимаем, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями достаточно интенсивных боевых действий именно на юге. На других направлениях, как я уже говорил, это будут сковывающие действия, отвлекающие действия и такие же достаточно вялые попытки проводить наступательные операции в районе Донбасса. Сергей, вот мы сегодня с вашим коллегой ранее говорили про вот эти вот отвлекающие действия российской армии, про их хаотичное движение сейчас, поведение на фронте, истеричность. Может ли это подразумевать то, что будут наступать со стороны Беларуси? Ваше мнение какое? Мое мнение в ближайшее время нет, потому что именно с белорусской стороны мы не наблюдаем создание именно ударных группировок. И давайте будем откровенны. Белорусская армия максимумно может выстоять до 25 тысяч контингента. Самостоятельно белорусская армия никогда не вела боевых действий, реальных боевых действий, то есть у них ноль боевого опыта. Поэтому рассматривать белорусскую армию как самостоятельную, самостоятельную боевую единицу, наверное, не стоит. Поэтому индикатором возможного наступления может быть достаточно большая интенсивная переброска вооружения, боевой техники и подразделений российской армии на указанные направления. Но опять же, исходя из специфики местности, исходя из ограниченных логистических возможностей, рассматривать это направление как направление серьезного стратегического удара вряд ли целесообразно. То есть там тоже могут быть операции, связанные с отвлечением украинских войск, со сковыванием их, невозможностью передислокации резервов и так далее и тому подобное. Но, имея уже опыт начала интенсивной фазы украино-российской войны, мы видим, что Россия вряд ли будет способна наступать на нескольких направлениях, даже ведя такие сковывающие действия. Поэтому мы, скорее всего, будем свидетелями неких демонстрационных действий, усилением диверсионно-разведывательной работы, усилением интенсивности аэроразведки с использованием дронов, ну и нанесением ударов с территории Беларуси вдобавок к политическим заявлениям так называемого белорусского руководства. Давайте к Южным фронтам вернемся. Вот буквально через пару часов уже август, все анонсировали август, как такой вот месяц горячих новостей. То есть, возможно ли в августе уже это контрнаступление, скажем так, в направлении Херсона, или все-таки вот как бы до сентября еще возможно там вот как бы группировка будет усиливаться? Украинская. Вы знаете, здесь вопрос очень сложный. Вот почему. Потому что планирование наступательных операций, это знаете, это достаточно сложный процесс. Я бы сказал так, это совсем другая философия боевых действий, которая требует просто колоссальной затратности и силы средств, и наличия данных средств. Исходя из того, что наступающая сторона как минимум должна в три раза превосходить обороняющуюся сторону. И это не только по личному составу, но по вооружению и боевой технике. Если по личному составу у нас как бы все более-менее нормально, то, к сожалению, наличствующего вооружения и боевой техники не всегда достаточно, чтобы проводить такие действия. Я говорю не о штатной численности техники и вооружения в каждой отдельной воинской части, а речь идет о создании дополнительных запасов и ресурсов, которые могут быть брошены в бой во время развития наступления. И здесь нам надо еще работать, работать и работать. Опять же, беря во внимание, что противник не является просто сторонним наблюдателем, а он точно так же усиливает свою группировку, как говорится, повышает ставки, что требует от нас такого же зеркального ответа на повышение ставок. Спасибо вам, Сергей, за ваши ответы. С нами в студии был Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Новое обострение в мире. Сегодня вечером в частично признанном Косово на севере звучат выстрелы и сирены. Местные сербы строят баррикады и считают, что правительство Косово их притесняет. В частности, требуют перерегистрировать автомобили и паспорта. Изменяются правила въезда для сербов из Сербии. Они должны получить новые документы. Правительство Сербии уже выразило поддержку своим соотечественникам в Косово. Напомню, сербы составляют меньшинство в Косово, но считают регион исторически и культурно важным для Сербии. Сербии выступали против независимости Косово, в котором большинство албанцев сейчас страну признали 98 из 193 стран членов ООН. В частности, Украина также не признает независимость Косово. Евродепутаты требуют собраться для обсуждения российских заявлений премьера Венгрии Виктора Орбана. Подписанты письма утверждают, что в последние дни правительство Орбана в очередной раз изменилось к худшему. Речь идет о предоставлении главе правительства чрезвычайных полномочий и его заявлении о смешании рас. Депутаты считают, что это явное нарушение норм и ценностей, изложенных в европейских договорах и напоминают о самых мрачных днях европейской истории. Напомню, что премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против смешивания европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшие возмущение оппозиционных партий и европейских политиков. Глава Еврокомиссии упрекнула Орбана за его российские высказывания. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Венгрии, как и все государства-члены Евросоюза, обязались придерживаться общих ценностей. Цитирую. Европейский союз построен на равенстве, толерантности, справедливости и честной игре. Конец цитаты. Сам Виктор Орбан, комментируя свои скандальные высказывания, сказал, что его неправильно поняли. Бывает, что я иногда что-то непонятно формулирую. Отметил венгерский премьер. Ну и, в общем-то, о том, как он формулирует и зачем, мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Дмитрий Васильев, политконсультант, президент агентства исследований и аналитики РАДА. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Так вот, Орбана... Здравствуйте. Орбана вот, а его с этим скандальным заявлением о смешивании раз неправильно поняли, или он, возможно, испугался, просто решил переиграть? Дмитрий, как вы считаете? Ну, я думаю, второе. Я думаю, второе, потому что премьер-министр, который имеет такой опыт работы и политикам, и в исполнительной власти не может вот просто так ошибочно излагать свои мысли. Его мысли предельно четки. Я думаю, то, что он сказал, он это и имел в виду. Поэтому здесь он берет отступную. Но, опять же, политик, который имеет такой рамк, такой статус, руководитель страны, одной из стран Европейского Союза, так ошибаться не то, чтобы не имеет права, не может. Если Орбан себе такое позволяет, он шатает те основы, на которых стоит Европейский Союз, принципы и те достижения, которые есть в Европе, свободно в Европе, в Европейском Союзе. Просто мы помним, кто говорил о чистоте рации, скажем так, 80 лет назад. Это очень опасный прецедент. Это опасный прецедент. По сути, сегодня уже, вот вы только что говорили про Косово в своем анонсе, сербы говорят о динацификации Косово, расисты говорят о динацификации Украины, Орбан также говорит о чистоте рации. Но, слушайте, мы так дальше действительно можем зайти до состояния шовинизма и нацизма в Европе, когда та или другая нация будет вредить, потому что она привилегированная, основная, важная, все остальные неизмещения должны подвязываться к этой основной нации. Это действительно очень опасный прецедент. Я думаю, что Европейский Союз должен неотложно принять какое-то достаточно предметное решение на бумаге, которое осуждает такие заявления Орбана и также говорит о том, что он может понести определенные санкции, в особенности, если будут повторять такие оговорки. Это первое. А второе, я думаю, что Европейский Союз должен будет рассмотреть варианты обновления своих процедур и протоколов, по которым будут приниматься те или иные решения, важные решения, ключевые исторические решения внутри Европейского Союза. Мы неоднократно видели, как Орбан тормозил введение этих санкций против Российской Федерации. И если так дальше будет продолжаться, то, мне кажется, основные, ключевые, основополагающие принципы Европейского Союза, на чем строится Европа, будут нарушаться и дальше. И так не должно быть. Поэтому Европейский Союз должен обновляться точно так же, как и обновляется мир. У мира новые вызовы, новая историческая реальность. Европейский Союз должен также к этой исторической реальности быть готов. Дмитрий, ну вот вы говорите, что Орбан очень активно расшатывает ситуацию в Европейском Союзе, но тем самым он подводит Венгрию к полной изоляции. Ну явно это грозит. Он не подводит Венгрию к полной изоляции. Мы знаем, что неоднократно президент этой же страны, Венгрии, делал абсолютно другие заявления. Мы знаем, что есть другие политические силы, которые также были избраны в парламент Венгрии, народом Венгрии. Поэтому альтернативы есть. И это не значит, что Венгрия будет в полной изоляции. Но политические последствия должны быть. И эти последствия должны очень четко и ясно понимать граждане Венгрии, которые избирает правительство и в том числе премьер-министр, который сегодня руководит Венгрией, одной из стран Европейского Союза. И должна быть очень четко и ясная позиция Европейского Союза, что руководство любой страны Европейского Союза не может себе позволять подобные высказывания. И вот, кстати, вопрос. Да, как может Европейский Союз в этой ситуации найти какой-то антидот к постоянному саботированию решений сбоку Венгрии? Ну, мы только что с вами говорили о том, что Европейскому Союзу нужно адекватно отреагировать на меняющиеся реалии в этом мире. Должны быть приняты рассмотрены и приняты новые процедуры по принятию решений в Европейском Союзе, когда нет вета одной из стран по ключевым вопросам, а должно быть численное большинство из 27 стран принимает решение, либо же там какой-то процент достаточно большой, чтобы не было вета это раз. Второе, уже были прецеденты, когда та или другая страна за те или другие действия в Европейском Союзе могла получать, или, по крайней мере, рассматривался вопрос о приостановлении участия той или иной страны в Европейском Союзе на какой-то определенный период времени, например, до какого-то исправления, либо же после понесенных санкций. Я думаю, что подобные решения должны приниматься в Европейском Союзе и другие, которые будут предотвращать, быть превентивными для исключения подобных случаев в будущем. Ну и для того, чтобы ни одна из стран не могла нарушать общий консенсус Европейского Союза по тому или другому важному решению, тем более, когда оно историческое. Когда мы говорим про войну России против Украины, это историческое решение. Украину надо поддерживать, потому что Россия воюет не только против Украины. Россия воюет против свободного мира, Россия воюет против принципов, которые сложились после Второй мировой войны, и Россия воюет против современного миропорядка. И она его планомерно и целенаправленно разрушает. И иногда есть такое ощущение, что Орбан, как руководитель страны Европейского Союза, помогает Россия в разрушении этого миропорядка и того устройства, которое возник после Второй мировой войны. Ну вот, действительно помогает, потому что, если после этой скандальной его заявления о смешании рас, он потом как-то переиграл, сказал, не так поняли, то кремлевские нарративы о том, что Украина войну выиграть не сможет, и поставка оружия, и обучение украинских военных к успеху не приведут, он повторил еще раз на встрече со своим коллегой из Австрии, то есть это вот в какую он игру еще играет? Это газ, возможно, в обмен на вот эти заявления, или что за этим стоит? Он очень целенаправленно бьет последнее время конкретно по конкретным заявлениям этим? Ну, слушайте, он играет на российской нарративы, тут я абсолютно согласен, потому что то, что он взял свои слова обратно и как-то неправильно высказался, его неправильно поняли, думаю, что российское телевидение, российское радио, российское средство массовой информации не вспомнит. Я думаю, что они будут стоять на тех заявлениях, которые Орбан сделал, выгодны для российской пропаганды, как для внутреннего потребления в Российской Федерации, так и для международного сообщества, потому что Россия продолжает влиять через разные средства массовой информации на людей в мире, и в частности в Европейском Союзе. А я думаю, что весь мир, Америка и большинство, да все страны Европейского Союза сегодня поддерживают президента Зеленского в том понимании, что России верить нельзя, Россия говорит и обманывает. И вот если Орбан что-то говорит и потом говорит, что его неправильно поняли, возможно, он также обманывает и действует точно так же, ну, по крайней мере, артикулятивно, как его партнеры в одной из столиц вроде как европейского государства, ну, евразийского и абсолютно живучего не по европейским принципам, ну, то есть Российской Федерации. Поэтому я думаю, что президент Зеленский сделающий важный шаг в плане формирования проукраинской коалиции и антипутинской коалиции в мире. Мы понимаем, что Европейский Союз поддерживает Украину теми санкциями, которые готовятся в том числе при помощи группы Макфола-Ярмака при прямом участии президента Украины. Президент Украины сделал огромную и важную работу по формированию понимания европейских стран, Соединенных Штатов, Великой Британии о том, что на самом деле происходит в Украине, какая помощь Украине нужна, как финансовая, так и самое главное военная, потому что он встретился со всеми лидерами, которые должны принимать решения и выступил перед всеми парламентами, которые эти решения должны ретифицировать в ведущих странах. Ну и, по сути, мы сегодня видим, что сформирована коалиция на уровне министерств обороны более чем 50 стран, а это не только страны Европейского Союза и Америки, то есть это не только западные страны, это также страны из других регионовых континентов. И это говорит о том, что у Украины есть все шансы побеждать в этой войне за счет правильных действий, подготовленных действий вооруженных сил Украины, за счет той помощи вооружениями и перехода украинской армии, по сути, на новые образцы вооружения НАТО и формирования той стратегии, которая реализуется уже на наших глазах, мы это видим и на юге Украины, но и, по сути, на наших восточных фронтах. И я думаю, что весь мир должен на это смотреть с четким пониманием, что уставать, точно так же, как и вооруженные силы Украины, народ Украины и президент Зеленский и все правительство Украины, уставать нельзя, мы должны бороться до победного конца, для того, чтобы цивилизованный мир победил над преступным миром, который сегодня возглавляет, ну, по сути, высокое политическое расходство Российской Федерации, которое разрушает миропорядок, о чем мы только что с вами говорили. И я думаю, что в этом залог будущего успеха. Нельзя уставать, надо идти до победы, до победы права над бесправием, порядка над беспорядком и человечность над бесчеловечностью. Ну вот странная история, достаточно, вот Орбан озвучивает такие прямые, да, кремлевские нарративы, и вот в то же время однозначные, то есть тут как бы туда-сюда, вот все понятно. И в то же время вот начинает в каких-то других направлениях там, ну, по крайней мере, словами, политика смягчаться. Вот недавно заместитель иностранных дел Венгрии заявил, что вот Будапешт уже не против транзита оружия через свою территорию, хотя вот ранее категорически был против. То есть это вот, как бы, вот эта попытка там не сжигать мосты, там, усидеть на двух стульях, как вы считаете? Это двойная игра, то есть это попытка усидеть на двух стульях. А мы знаем, что происходит, когда есть желание сесть на два стула. Иногда можно между ними провиснуть, ну, и, соответственно, одним местом куда-то удариться. Почему? Потому что Орбан, ведь не просто так, премьер-министр, долгое время в одной из европейских стран. Причем не в самой плохой европейской стране, потому что Венгрия все-таки страна с большой историей, страна, которая имеет значительную культуру, интересную историю, интересный народ, интересную архитектуру и так далее же. И Венгрия это также страна, народ, который помнит, какие беспорядки, какие бесчеловечные действия провела точнее советская армия еще, ну, по сути, российская армия на ее территории. Поэтому народ это все помнит. И Орбан также понимает, что надо, во-первых, играть вот с этой другой частью своих избирателей населения Венгрии. А самое главное, я думаю, что Орбан понимает, что кроме того, что он играет с высоким политическим руководством России, как мы понимаем, он должен все-таки играть и с западным миром. Потому что он, как умный человек, а мы говорим о том, что он все-таки умный человек, он видит, что вооруженные силы Украины проводят мудрую военную операцию по защите нашей страны, нашей территории, что готовится к контрнаступлению. И те вооружения, которые идут в Украину, будут очень в этом способствовать и явно уже способствуют. Поэтому он понимает, что у Украины есть все шансы победить. А раз так, то он должен подыгрывать и этой победе. Для того, чтобы потом в истории не остаться на стороне темной, исторической. И не звучать в истории Европы как тот человек, который играл с тем, кто проиграл и с тем, который совершил те бесчеловечные действия, которые мы все видели и в Буче, и в Мариуполе, и в других, к сожалению, городах Украины. Спасибо вам большое, Дмитрий. С нами был Дмитрий Васильев, политконсультант, президент агентства исследований и аналитики Рада. Мы говорили о политике, которую на ней ведет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Спасибо вам. Ну а в Киеве 10 вечера. И мы продолжаем со свежей подборки новостей. Российская армия атаковала Одесскую область двумя ракетами «Искандер», выпущенными с временно оккупированного Крыма. В Одесском городском совете заявили, ракеты попали в карьер. Пока сведений о постраждавших нету, по словам оперативного командования «Юг», от разрыва ракет в воздухе на территории Одесской районного района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд и имеют форму дротика с оранжевым хвостом. Это достаточно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения и может вызвать масштабные ожоги. Несколько таких ловушек уже вызвали возгорание сухой травы. 40 ракет выпустила Российская армия сегодня и по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города за последние пять месяцев, заявил глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и подчеркнула, город целенаправленно убивают. По Николаеву убили из реактивной системы залпового огня СМЕРЧ и комплекса С-300. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, российское войско использовало кассетные снаряды. Повреждены десятки частных домов, многоэтажки и хозяйственные постройки. Разрушена гостиница, спортивный комплекс, СТО и два образовательных учреждения. После ночного обстрела под Николаевым бушует масштабный лесной пожар. Также сегодня Россия обстреляла и Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о целой серии взрывов. Предварительно повреждены несколько зданий. Обошлось без пострадавших. Российские оккупанты били и по области. Под огнем оказались Изюнский, Чугуевский и Богодуховский районы. Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов, горели частные дома, хоз сооружений и в очередной раз поля с урожаем. В оккупированном Севастополе отменили мероприятие по случаю дня военно-морского флота России. Оккупационный глава Михаил Развожаев заявил, что штаб флота атаковал беспилотник. Шесть человек получили ранения и обвинил в нападении украинскую армию. Военно-морские силы Украины отрицают причастность к удару и отмечают, что российские оккупанты настолько боятся вооруженной силы Украины, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ Российской Федерации, придумав удар украинского беспилотника во временно оккупированном Севастополе. И сегодня же президент России Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину. В ней Кремль назвал акваторию Черного моря зоной национальных интересов и обещал ее защищать. В документе отметили курс США на доминирование в мировом океане и ограничение доступа России к ресурсам океана, к морским транспортным коммуникациям. Доктрина призывает существенную зависимость российской внешней торговли от морских перевозок и морских трубопроводных систем, а также отсутствие достаточного количества баз за границей. Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку сети магазинов стройтоваров Леруа Мерлен. Поводом для проверки стали продающиеся в Леруа Мерлен обои для детской комнаты с изображением карты мира. На этой карте Крым изображен как часть территории Украины. Также на карте не оказалось самопровозглашенных Южной Осетии, Абхазии и так называемых ЛНР и ДНР. По сообщению на сайте Госдумы с просьбой о проверке к Володину обратились обеспокоенные жители Москвы, купившие или увидевшие в магазинах неправильные обои. Володин сказал, цитирую обои для детской пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться. Конец цитаты. Сеть магазинов строительных товаров Леруа Мерлен ранее заявила, что несмотря на введенные Евросоюзом экономические санкции против России не будет уходить с российского рынка. Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву. Сотрудники АвтоВАЗ попросили Путина сохранить завод в Ижевске. Из-за нехватки иностранных комплектующих в России ижевское предприятие более пяти месяцев находится в простое. Что ждет автомобильную отрасль в России из-за санкции? Машины будут поставлять из Ирана. Мы спросим у нашего гостя. Это Сергей Асланян, российский независимый автоэксперт, журналист. Сергей, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. А вот просят в Ижевске фактически Путин введи войска. То есть сохрани завод. Вот если этот завод закроют, насколько это будет удар по российской автопромышленности? И если это конкретное предприятие в Ижевске брать, то есть оно там градообразующее, то есть по городскому бюджету тоже будет удар нанесен? Поскольку российская автомобильная промышленность умерла и без этого, то в принципе пинать дохлую корову конечно можно довольно долго. Но вот из-под этой туши такой довольно неприятно пахнущей выползли рабочие. При этом довольно интересная ситуация. А вообще вроде как полагается профсоюзу защищать интересы рабочих. И это должна быть разборка, когда люди приходят к профсоюзному лидеру и говорят ему ты же защищаешь наши интересы. Но в России профсоюзный лидер товарищ Шмаков он еще дольше чем Путин сидит. Он со времен исхода советской власти. То есть он один из последних, кто остался в памяти об СССР и он абсолютно бесполезен, но получает хорошую зарплату. Поэтому конечно нужно писать челобитную. При этом Ижевск это город в котором есть другие предприятия и конечно сам по себе завод вот это маленькое предприятие маленькая фабрика по выпуску одной единственной модели Лада Веста это очень неплохое предприятие. Когда Бо Андерсон был призван на российский престол автомобильный ему сказали сделай пожалуйста что-нибудь с этим заводом с автовазом то он посмотрел и аккуратно сказал ну поскольку автоваз в Тольятти нереформируемый а мы хотим все-таки для русских сделать приличную русскую машину сказал швед давайте попробуем реформировать маленький завод в Ижевске он действительно очень небольшой по своим производственным площадям и возможностям там был запущен конвейер там выпускают одну единственную модель Лада Веста и вот теперь рабочие когда написали Челобитную они написали там довольно интересные слова обвинения в адрес французов сказав что именно благодаря французской политике машина которая стоит на конвейере с 2015 года на 60% из импортных комплектующих 40% в русской Ладе Вести отечественные 60% привозные поскольку это диверсия французов французы ушли то теперь не из чего собирать диверсионный автомобиль поэтому отец родной да действительно введи войска помоги нам потому что заборы красить даже заборов на всех не хватает и здесь очень интересный акцент который нечаянно эти рабочие сами подарили в качестве аргумента потому что 60% импорта говорят о беспомощности отечественной промышленности российской которой не из чего собирать автомобили а ведь и правда не из чего конечная сборка это еще не автопром и ижевская площадка это площадка конечной сборки куда со всего мира свозили 60% импортных комплектующих 40% были нашими что помешало Советскому Союзу и впоследствии России и тем более путинской России ну как-то попытаться наладить производство комплектующих то есть вот создать тот самый промышленный кластер который обеспечивает всеми остальными деталями конвейерное производство за 20 лет автовазом не весь этот период управляют французы но что-то же помешало уж не взятки ли с экономической политикой да так получилось что вы знаете в России нету таксистем нету подушек безопасности нет топливной аппаратуры нету АБС ПБС это все нужно за рубежом брать за рубеж почему-то на Россию внезапно обиделся и не стал это поставлять и Россия у разбитого корыта в лице своих рабочих говорит батюшка что же такое делать какая же несправедливость француз супостат ты глянь с собой немецкий АБС Бош унес в кармане а нам больше не ищут ты уж сделай так чтобы мы что-нибудь как-нибудь и конкретно на ижевском предприятии там дирекция очень аккуратно его закрывает и говорит мы сейчас открутим станки погрузим их в грузовики увезем за 600 верст в Тольятти а здесь у вас ну что-нибудь тоже будет например электрический Лада Ларгус ну его не существует нет такой машины ее в принципе надо будет создать с нуля а все электромобили в России они почему-то на элементной базе фирмы Сименс а Сименс тоже почему-то ушел поэтому ижевские рабочие прекрасно понимают что после того как у них отберут конвейер и гайковерты они и вправду останутся без работы за забором есть автоматный завод тот самый ижевский который делает автоматы Калашникова велосипеды Калашникова памперсы Калашникова шоколадки Калашникова мотоциклы Калашникова роботы Калашникова только ничего этого нет кроме автоматов автоматы делают крутые такие русские тетки которые конечно никаких ижевских рабочих туда не подпустят патовая ситуация город предприятие не градообразующее но это в целом иллюстрация к ситуации по промышленной готовности России к существованию один на один с современным миром знаете даже на Уралвагонзаводе где делают танки и то не получается делать танки как было сказано министром промышленности Мантуровым который теперь вознесся в вице-премьеры без доступа к загранице импортозамещение невозможно в России импортозамещать можно ровно до тех пор пока есть импорт импорт заканчивается импортозамещение заканчивается почему в России закончились дроны потому что Китай перестал поставлять для них оборудование почему заканчиваются танки и пушки а потому что получается что даже они содержат электронную базу микроэлектронику почему-то не отечественную а почему например американцы поставляют в Украину высокоточное оружие которое ориентируется по GPS а Россия сделала свой ГЛОНАСС но ГЛОНАСС оказался на китайских чипах и поэтому американские снаряды ложатся точно в цель а русские снаряды летят по компасу и спрашивают у прохожих как пройти в библиотеку потому что оно не знает куда лететь это в целом да конечно конечно но ситуация именно говорит о том что колос на глиняных ногах о котором мы со времен Сталина помним он оказался по-прежнему точно таким же глиняным то есть оно здоровое но у него почему-то промышленности не оказалось даже Жигули собрать не из чего и танки почему-то не получается и систему Эроглонас тоже не получается и что же это делается-то такое мы тут кажется логарифмической линейкой запускали Гагарина в космос не имея компьютеров а вот теперь на сегодняшний день мы даже Жигули собрать не можем потому что француз супостат взял с собой и унес все ну что ж такое ну то есть вот если к Ижевскому этому предприятию вернуться то есть я так понимаю там все потому что вот из этой Челобитной вот вы вспомнили про электромобиль который существует только на бумаге то есть из Челобитной если почитать то там на наладку надо 2-3 года еще да вот если там самый лучший сценарий предположить какого-то инфраструктуры оборудования и даже после этого 70% вот тех кто сейчас производит этот автомобиль окажутся вот собственно говоря не востребованы не нужны то есть получается вот врут как бы прямо в глаза они печалятся всем коллективом понимая что догадываясь скорее что подобные ситуации везде у них же нету возможностей со своими компетенциями но это лучшие рабочие Ижевска это те самые мастера без которых автопром рухнет взять и переехать в другой город в Тольятти приехать в Калининград приехать в Москву приехать в Москве же тоже случился только что завод по выпуску несуществующего москвича и завод также называется москвич и никакого москвича нет и взяться ему неоткуда а в Ижевске рабочие освобождаются ситуация в том что подобный кризис по всем отраслям точно так же освобождаются рабочие в колхозах на заводе производившем вагоны памперсы консервы асфальтоукладчики молотки губозакатыватели ухожужатели вот эти все люди они не нужны но для этого в качестве альтернативы всегда есть во-первых военкомат во-вторых ЧВК и оттуда тоже приходят предложения из серии а не хотите ли вы тысяч за 300 поработать на где-нибудь сопредельных территориях там в Украину например съездить но если что имейте ввиду белые жигули вы не купите потому что именно вы их производили но именно вы уехали воевать вы знаете вот сейчас открываю сайт автоваза и тут написано Нива легенд снова в продаже Нива легенда хотя по сути Нива это машина которую чаще на которой которые чаще ремонтировали нежели на ней ездили получается что россияне сейчас скорее пересядут на китайские автомобили чем будут не знаю вот пересадиться в такое знаете Россия сейчас пребывает в состоянии уныния и говорить о том что кто-то на что-то пересядет ну сесть-то конечно каждый в России может а вот пересесть пожалуй не получится покупательская способность населения стремится к нулю люди понимают что уж если на что тратить деньги если во что вкладывать так все-таки это соль спички патроны ну может быть немножко круп это пригодится и когда завод запускает модели говорит что мы начали воспроизводить или за новый по новой если хотите выпускать автомобили Lada Legend это не значит что она кому-то нужна перед этим точно так же случилось Lada Granta Lada Granta это убогий автомобиль он не получился он был самым плохим автомобилем России на сегодняшний день его начали сейчас выпускать но это не значит что есть потребитель на этот продукт потому что с приходом нового генерального директора как только началась война все французы с предприятия АвтоВАЗ Рено уехали туда пришла российская администрация пришел бывший министр транспорта Максим Соколов это тот самый человек который задушил дальнобойщиков и ввел плату за асфальт под названием Платон теперь он сидит и руководит АвтоВАЗом и он заявил что главная задача АвтоВАЗа это сохранение коллектива раньше главной задачей АвтоВАЗа было выпускать автомобили а сейчас главная задача чтобы люди просто приходили на работу и когда они выпускают какую-нибудь Ладу Гранту или Ниву Леджен которая мало кому нужна это еще не значит что в принципе этот продукт который изначально был мало нужен вдруг кому-то очень сильно понадобится и китайцы тут тоже не совсем составят альтернативу потому что китайские машины покупают в двух более-менее сытых городах это в Москве и Санкт-Петербурге остальная эта страна нищенствует это именно поэтому буряты и калмыкии едут в Украину повоевать потому что другого способа заработать у них нет но в конце концов ты все равно сопьешься у себя дома так может быть ты хотя бы где-нибудь там в Украине успеешь перед смертью получить предсмертный рубль но автопром на сегодняшний день в России выпускает то что не пользуется спросом китайцы здесь они продаются в России задорого и тоже не пользуются спросом но на них так или иначе будет какая-то статистика потому что есть прокатные конторы есть каршеринг есть так или иначе ну некое количество бизнесов в том числе таксопарки извоз связанные с обновлением автомобилей и поскольку на рынке есть только немножечко лады гранты или какой-нибудь там нивы легенд и китайцы значит безальтернативно будет итоговая статистика ура смотрите китайцев покупают смотрите ладу покупают но покупают не люди покупают юридические лица у людей сейчас печаль у них видите ли по внезапным совершенно стечении обстоятельств без объявления войны и без каких бы то ни было причин куда-то делось все в этой жизни вот так получилось что не до машин вы вот очень так образно сравнили автопром с коровой которая вот лежит уже и пахнет но в принципе какое-то молочко еще вытекает вот Михаил Касьянов бывший премьер России сказал по-моему в июне 3700 автомобилей было произведено за этот месяц хотя вот обычно 100 тысяч вот он как бы такую цифру дает вот ваши оценки до конца года вот эти 3700 они где-то сохранятся или все-таки корова окончательно сгниет корову будут несколько раз выкапывать и предъявлять потому что в России автомобильная промышленность была призвана стать титульной и олицетворять собой прогресс и Россия доигралась до того что в последние 20 лет она не тратила никаких сил ну то есть Россия занималась воровством и нахлебничеством и вместо того чтобы заниматься например разработкой своих автоматических коробок топливной аппаратуры АБС Россия решила что она сделает по-другому она пойдет это и купит ну иностранец же есть иностранец же работать не разучился значит мы у этого иностранца все это купим вот иностранец ушел с собой забрал только свое и выяснилось что вот это свое это вся автомобильная промышленность России и поскольку иностранец возвращаться не собирается то и до конца года нет никаких предпосылок к оживлению коровы но поскольку нужно все-таки титульную промышленность как-то обществу показывать и говорить вы знаете вот то что пахнет это вы просто плохо относитесь вы не поты это на самом деле запах родины вы неправильно его интерпретируете поэтому вы обязаны верить что у нас все хорошо будет еще лучше автопром с нами скоро заново поедем на новых автомобилях ну те кто доживет и поэтому вы обязаны верить официальным сводкам а те кто не будет те соответственно враги ну то же самое как с коношенковым который дает каждое утро своим оловянным взором какие-то там объяснения по поводу того как в очередной раз победили Украину и если кто-нибудь попытается взять информацию альтернативную то он враг потому что брать ее можно только из одного источника с автопромом будет то же самое автопром действительно умер автопрома действительно не оказалось Россия была точкой конечной сборки корейцы немцы японцы привозили сюда не калькодержателям в Россию финальную сборку чтобы русские взяли чужие штампы там тут сварили там покрасили там собрали и когда вот этого не стало то не стало всего автопрома целиком и даже суконно-пасконная лада как выяснилось даже самая суконно-пасконная нива которая сделана из бересты без единого гвоздя нормальным методом плетения лаптей она и то почему-то на 20% импорт заместить не получится Китай не друг все думали что сейчас китайцы же они же очень любят русский рубль китайцы с огромным удовольствием повезут нам вагонами подшипники АБС ПБС электронику получат за это хороший рубль который конечно куда-то вложат ну это наверное к проктологу все-таки куда именно вкладывать и китайцы будут за нас делать все как это раньше за русских делали те же самые японцы и корейцы не будут и санкции очень пугают и пару раз поссорившись с Америкой несколько фирм уже почувствовали что нет враг не по зубам и рисковать с собой ради какой-то России которую если надо через какое-то время можно будет взять голыми руками не имеет смысла поэтому и из Китая все это тоже не придет то есть автопром умер да действительно а на самом деле умерли и остальные отрасли промышленности умер не только автопром а кто например в России сейчас производит какие бы то ни было станки какое бы то ни было оборудование или хотя бы что-нибудь для их ремонта а в России вся пищевая промышленность она построена только на импортном оборудовании в России нету ни одного изделия пищевой промышленности ни одного станка ни одной завертывающей сосиски в целлофан машины которая была бы российская а это скоро все потребует технического обслуживания ремонта обновления и таким образом в России закончится одежда которую если шили так локально по чуть-чуть то на импортном оборудовании еда которую так или иначе делали тоже при помощи импортного оборудования автопром уже как наиболее наглядный закончился ну а все остальные собственно отрасли умерли потому что Россия же не выпускает свои телефоны не выпускает свои компьютеры не выпускает свои стиральные машины не выпускает свои телевизоры есть вроде говорят одна фабрика которая делает какие-то часы ну они не очень нужны их мало кто видел но по крайней мере фабрика есть вот наверное все что осталось швейных машинок тоже не будет для того чтобы самостоятельно сшить себе штаны не получится спасибо Сергей спасибо вам Сергей Асланян российский независимый автоэксперт журналист мы говорили о будущем российского автопрома она определяет повестку дня главных пропагандистских каналов России и за это получает только официально почти 40 миллионов рублей в год Маргарита Симонен начинала свою телекарьеру просто журналисткой например делала в выгодном для Кремля свете репортажи возле захваченной теористами школы в Беслане а уже через год стала у руля пропагандистского канала Раш Тудей который она возглавила к слову в 25 лет как Симоньян превратила пропаганду в семейное ремесло и во сколько это обходится российским зрителям смотрите далее современная Россия взросшенная и одновременно уничтоженная Путина но не только он виновен в том что сейчас происходит в Украине и в мире из-за агрессии РФ я от вас это впервые слышу это уже никому не интересно осада касался войну начала Россия есть люди в России которые тоже сыграли огромную и ужасающую роль в отуплении масс и утрате эмпатии ко всему разумному доброму и вечному уважение сострадание любовь все это стало чуждым большинству россиян которые 24 на 7 смотрят федеральные каналы повестку на которых создает она циничная глава русской пропаганды смотрите мне водички пожалуйста промочить горло не помешает только за время войны с Украиной Маргарита Симоньян наговорила столько страшных и отвратительных вещей или мы проигрываем на Украине или начинается третья мировая вслед за своим главным патроном и фюрером пугающим всех ядерным ударом наш ответ на встречные удары будут молниеносными у нас есть для этого все инструменты такие которыми не может сейчас похвастаться никто а мы хвастаться не будем мы будем их использовать пропагандистка продолжила ядерную риторику в студии у главного мудозвона страны самое невероятное что в конце концов все это закончится ядерным ударом мне представляется все же более вероятным чем вот такое развитие событий ну что значит так вы только посмотрите на эти обреченные лица ура патриотов в студии они и сами с трудом верят в то что это произносит мать троих детей но видимо плодить фейки для нее важнее и неважно в какой стране будут жить ее дети главное это власть сила и чтобы за ними всегда последнее слово совершенно вынуждена это не может быть по-другому сейчас объясню почему армянка по национальности которая вовсю манипулирует россиянами у меня с детства был принцип такой я никогда не вру конечно жизнь накладывает свои коррективы бывают разные ситуации Рита напомню на всякий случай она же рупор правды рупор нашей правды одновременно ночной кошмар всех зарубежных клеветников россии фейки работают иногда лучше чем не фейки и как бы грубо возможно это не звучало но всему есть свои доказательства иногда получается не просто неточности а ну совершенно вопиющий случай это как раз то поколение людей которые начали свою профессиональную деятельность не по зову души а потому что появился запрос от кремля а точнее особенная надобность профессионалов телемерзавцев они предложили свои услуги и успешно реализовались в этой сфере Маргарита Симоньян из простой краснодарской семьи отец работал мастером по ремонту холодильников мать торговала на рынке цветами я не была из семьи которая не могла не думать о деньгах мне это все было в 10 классе Симоньян была отправлена по обмену в Ньюгемшир, США после окончания школы поступила и окончила в факультет журналистики Кубанского государственного университета и школу телевизионного мастерства Владимира Познера сегодня она чуть ли не главная и самая влиятельная персона в медийном пространстве РФ за ее плечами создание пропагандистского канала Russia Today который она возглавила внимание в 25 лет и точно я не хотела быть начальником хотя явно что это совсем не так до своего назначения она простой журналист ВГТРК делала в выгодном для Кремля свете репортаже возле захваченной террористами школы в Беслане а спустя год такое повышение уже тогда в 2004 стало понятно что Маргарита пойдет по трупам и будет делать то что ей скажут как например в Беслане когда российские СМИ скрывали количество детей и людей находящихся в школе с боевиками у Эллы Кисаевой был в руках плакат я помню 2 сентября в школе больше 700 человек очень сильно просила чтобы Маргарита Симоньян показала ее с этим плакатом но Симоньян и госсми так и не передали информацию от местных жителей о количестве заложников тогда Ходов залетел с криками если они если они думают что у вас здесь 300 человек то мы сделаем так что у вас будет 300 человек и то что это СМИ передали это их разозлило это их ожесточило на этом ее ослепительная карьера не остановилась создание международного информационного агентства Россия сегодня и информационного агентства спутник только укрепило ее позиции и максимально приблизило к Кремлю к журналистике все это не имеет никакого отношения и сейчас спустя много лет без стыда и совести Симоньян как и многие другие прокремлевские пропагандисты продолжают врать об этой трагедии люди которые ни одной пули в своей жизни не видели ни одной окровавленной руки оторванной в своей жизни не видели когда они нам пытаются рассказать что это было слушай меня ты знаешь у меня редко поднимается вот внутри ярость никаких переговоров никаких уступок им не нужны были никакие уступки и не выдвигали они никаких условий которые не собирались соблюдать господину господину президенту России Путину от раба Аллаха Шамиля Масаева и условия первое вывести войска мы готовы идти в СНГ мы готовы быть в любой румлевой зоне мы готовы бороться с терроризмом так что вся карьера Марго построена на фейках и лжи а тот бред который она выдумывает просто на ходу слушать вообще невозможно после того как арти лишилась своей лицензии на западе Симоньян еще рьянее принялась клясть всех и вся мы в этом смысле скорее жертвы потому что наши ресурсы регулярно нерегулярно а ежедневно подвергаются цензуре дискриминации она обвиняет всех во лжи они уже даже не считают нужным лицемерить но сама божица что никогда не позволяла себе такого по крайней мере намеренно один пример лжи на расштугай один пример конкретный неточности и даже ошибки они могут быть это неизбежно это прямой эфир хотя в невинность речей пропагандистки верится слабо уверенность с которой она произносит все это безумие не вызывает сомнений если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города я бы сейчас здесь не сидела понимаете по личному своему выбору потому что я верю в Бога а как вам такое высказывание если остальная Украина хочет быть независимым отдельным государством на здоровье не бомбя не насилуя не убивая тех людей которые хотят жить с нами не стоит впечатляться на Раша Тудэй это называется другим взглядом и иным журналистским мнением а то что оно очень выгодно Кремлю это просто совпадение вот это я поддерживаю но не стоит забывать что у Маргариты есть вторая половинка ее полудрагоценный муж ведь истинный бриллиант в семье только она вы ведь являетесь поставщиком информации как раз то есть получается что вы на Тигране Киосаяне отрабатываете свои арти технологии и не то чтобы отрабатывает ее муж принимает в них непосредственное и очень активное участие Тигран Киосаян бывший режиссер а ныне здравствующий пропагандист искренне считающий себя остроумным телеведущим мудила у человека есть чувство имбра или нету чувства про свои рабочие и юмористические принципы которые Киосаян якобы тоже любит соблюдать рассказывает и даже глазом не моргнет для меня есть табу только одно для меня не опускаюсь в постель в личку вот это прям мастер-класс для всех начинающих журналистов федеральных каналов так врать и не краснеть эта военная операция отзывается во мне болью почему болью потому что она необходима благодаря украинским элитам которые продавали себя незадорого всем кто был готов их купить их тупому решению построить антироссию на родной для России земле в международной пилораме программе которую ведет Киосаян только прокремлевские гости и сплошное хамство Сережа Сережа где вобла а я думаю что он так и отвечает вобла вобла нет вобла если кому-то не нравится переключай отличный совет не нравится переключи но такая же как вы говорите жопа то она жопа и на других федеральных каналах мы бьемся за историческую возможность остаться нами о чем боимся а что они нам сделают вот этот вот коллективный запад а что они нам сделают например если мы будем вдруг так себя вести хотя что тут говорить если сам кремлевский шизофреник выбирает похожую риторику меня это не колышет нравится, не нравится терпи, моя красавица надо исполнять и народ терпит пока эти паразиты наживаются на своих фейках агрессии и госзаказа родные мои понимаю как вам нелегко но сейчас нужно еще потерпеть я живу человеком который верит в хорошее верит в бога вот только в какого и от этой глубокой веры зависит ее благосостояние сегодня они вдвоем стоят на страже кровавых интересов кремля их подпустили поближе и бросают объедки с царского стола бывает так в жизни ничего такого страшного здесь нет о скрытых доходах этой парочки стало известно после выхода фильма расследования ФБК паразиты бездарности не бездарности а выкачали из наших карманов почти миллиард рублей пристроили всех родственников кормушки все клиенты у них государственные они фактически придумали новую индустрию внутри пиар-индустрии брать деньги с госкомпании оказывать им какие-то призрачные услуги и грести на этом деньги благодаря этому расследованию люди узнали что в год они зарабатывают не меньше 120 миллионов рублей на брата это парочка одни из самых богатых пропагандистов не только России но и мира люди которые нажили свое заоблачное состояние на фейках и чужом горе так формируется вообще история она формируется неправильно из-за этих фейк-ньюс потому что в памяти аудитории остается неправда и за это Симоньян получает свою космическую зарплату официально ее доход в международной медиагруппе Россия сегодня составляет почти 20,5 миллионов рублей в автономной некоммерческой организации ТВ новости 16 миллионов в год в общей сложности ее зарплата без схем с производством международной пилорамы почти 36,5 миллионов рублей я очень рада но если подсчитать сколько получает семейство на международной пилораме выходит тоже очень круглая сумма 74 миллиона рублей за услуги ведущего падают на щетки Осаяна больше всех на международной пилораме зарабатывает художественный руководитель этого шоу Маргарита Симоньян почти 77 миллионов рублей в год стоит ее творческий и художественный гений при этом фамилия Симоньян не указана в титрах программы и сама она не признавалась публично что имеет отношение к этому шоу телемерзавцы прекрасно понимают что время их кровавого вождя рано или поздно закончится и вместе с Кремлем падут и они но даже этот факт их перестает пугать когда на горизонте появляются деньги и ТВ популярность ведь эти два весомых фактора перед которыми настоящие злодеи устоять просто не в силах мне просто нужны были деньги они мне платили огромные деньги хотя уже сегодня в условиях войны они понимают что и отступать им просто некуда поэтому и прикрываются ярым уропатриотизмом осознавая что прежней жизни за пределами загибающейся эрефии у них просто не будет мы с вами любим же родину правда и насколько ее слова расходятся с ее дела и как и во времена фашизма все идеологи и создатели пропаганды они тоже будут сидеть на скамьях подсудимых только отвечать они уже будут за подпитку расшизма и все свои убийственные высказывания которые к сожалению привели к реальным убийствам тысяч мирных людей в Украине и не только в результате ракетного обстрела Николаева сегодня погиб украинский бизнесмен Алексей Водотурский вместе с супругой в офисе президента Украины его гибель считают не случайной а как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк цитирую вполне продуманным и организованным умышленным убийством конец цитаты Подоляк подчеркнул что попадание было в конкретное крыло дома это спальня что несомненно говорит о корректировке и наводке конкретного удара о гибели украинского бизнесмена Водотурского написала российская пропагандистка Маргарита Симоньян цитирую вот это и есть денацификация в действии жаль что информацию о том что денацификация идет и идет правильно мы снова получаем из украинских источников конец цитаты напомню Алексей Водотурский смерть которого Симоньян называет денацификацией был одним из самых крупных аграриев и работодателей Украины который к тому же развивал речной флот а издание Forbes Украина в прошлом году оценила его состояние в 430 миллионов долларов тогда предприниматель занимал 24 место в рейтинге самых богатых украинцев ну и возвращаемся к теме кремлевской пропаганды и на эту тему к нам присоединяется следующий гость это Иван Преображенский политолог эксперт по странам центральной восточной Европы Иван добрый вечер рады вас снова видеть здравствуйте добрый вечер своим нам Иван ну вот заявление Симоньян так радостно она все это процитировала это уже просто не знаете не танцы на крови на костях это просто уже какое-то не знаю какое-то за гранью какого-то нормального понимания это не просто пропаганда насилия это еще Бердяев описывал столетней давности ситуацию как вели себя большевики в Одессе и в этом смысле их преемники ведут себя приблизительно так же потому что чем чудовищнее насилие и при этом чем чудовищнее ложь тем сложнее их опровергать просто потому что невозможно опровергать то в чем нету вообще ни одного слова права нет именно исходя из этого принципа работает сейчас пропагандистская машина который уже в значительной мере руководит сама Симонян по сути дела она очень часто ведет себя автономно скажем так от Кремля самостоятельно принимая решения и если раньше она вынуждена была постоянно бегать и спрашивать что же ей заявить сейчас она уже настолько пользуется доверием что может делать прямые свободные заявления о чем угодно любой степени скажем так людоедскости как в данном случае и это сходит с рук потому что вот она как бы попадает что называется в яблочко она очень хорошо чувствует настроение Владимира Путина они в свое время когда она была корреспондентом еще достаточно тесно общались а он еще общался с прессой соответственно судя по всему и сейчас она продолжает чувствовать его настроение вдобавок она дружит с его бывшим пресс-секретарем Алексеем Громовым который в принципе является координатором всей кремлевской пропаганды и работает в администрации президент первым замглавы Иван ну вот весь мир уже увидел и понял что такое российская пропаганда если вообще должен ли мир столкнувшись с такой реальностью вести криминальную ответственность за такое вранье ну собственно криминальная ответственность существует мало того если мы сходим из того что когда-нибудь в обозримом будущем в России установится некое подобие законности то в самой России установлена та ответственность по которой должна отвечать Маргарита Симоньян ее собственные покровители принимали все эти законы против так называемых фейк-ньюс по которым они собственно судят блогеров и реальных журналистов которые пытаются доносить объективную информацию до россиян достаточно просто будет судить в будущем Симоньян по тем самым законам которые принимали ее хозяева Иван ну вот смотришь на эту богатую жизнь Навальный недавно его телеканал недавно в ютюбе опубликовали ролик о том как живет Симоньян смотришь на жизнь Симоньян на жизнь Скобеевой на то что у Киселева дома и квартиры в Москве в Крыму и все кто поддерживают путинский режим это ведь не бедные люди ты понимаешь что их вознагражают вознаграждают за эту кремлевскую пропаганду их продажность уже настолько открыто и бесстыдно возникает тогда вопрос как можно верить этим людям Здесь же не вопрос в том верит им кто-то или не верит значительная часть россиян принципиально выбирает повторять скажем так пропаганду официальную потому что в противном случае им придется что-то делать в том числе со своим собственным сознанием если принять всю ту чудовищную правду которая происходит а они этого просто не могут это защитная реакция что касается зарубежных скажем так друзей Владимира Путина мы же понимаем что большая часть из них это не полезные дураки хотя такие встречаются до сих пор а в большинство своем это люди которые получают реальную такую же ощутимую как Симоньян выгоду от этого сотрудничества они либо находятся на зарплате либо заключают выгодные контракты либо как некоторые европейские политики получают через третью фирму и третьей руки спонсорскую помощь от компаний близких к России соответственно так и расширяется эта пропаганда скажите вот если посмотреть пропаганду в телевизоре и пропаганду в соцсетях то есть это разная аудитория телевизора и соцсети а вот пропаганда там отличается то есть какие-то подходы скажем так для пенсионеров это одни вот для молодежи другие может быть вы это отметили или рубят с плеча вот что там что там в тиктоке к примеру нет ну безусловно существуют разные технологии тем более что еще до начала войны Кремль готовил огромную стратегию так называемый институт развития интернета в России существует который после начала войны начал заключать массовые контракты в том числе кстати с тиктоком рекламные и продвигать там пророссийскую российскую пропагандистскую информацию естественно они работают другими принципами создаются компьютерные игрушечки создаются действительно тиктоки недаром кадыровскую армию разывают пропагандистской тиктоковской армии они на этом активно специализируются скажем так то есть существуют разные технические платформы но что касается информации которая передается она приблизительно одинакова просто ее подстраивают под разные носители соответственно которые употребляет разная аудитория для каждой аудитории есть свой носитель свой формат своя длительность ну скажем не будет молодежь смотреть Киселеву его или Скобееву и их программы им это не нужно им нужна более короткая информация и поданная либо в более еще более агрессивной форме либо в форме мемасиков и чего-то подобного соответственно для каждой аудитории работает своя группа еще в 2014 году насколько я знаю при президентской администрации формировалось несколько компаний которые делали мемчики картиночки разнообразные текстики маленькие стишочки все это запускали в интернет традиция в принципе достаточно богатая еще с Советского Союза где в КГБ существовали как известно люди которые занимались анекдотами и преемственность к сожалению сохранилась и как сильно это влияет на позицию молодежи вот я имею это работает да это работает но не так сильно как с более старшим поколением потому что молодежь в значительной мере как в принципе люди более протестно настроенные по отношению к всему что существует уже как люди которые видят молодежь чем больше чем сильнее видят что она в России не имеет будущего и не имеет возможности ни для какого личностного или карьерного роста единственная у нее возможность это идти туда куда ее отправляет Кремль в данном случае сейчас воевать чего большинство естественно все таки не хочет поэтому даже если она озвучивает и повторяет лозунги пропаганды то делает это значительно реже чем старшее поколение она меньше боится даже в соцопросах высказываться против этой войны агрессивной которую развязал Путин для нее сам по себе Путин и весь его режим это что-то очень олдовое устаревшее как я не знаю вдруг сейчас во всех квартирах развесить такие тазы в кухнях которые начнут радиовещание как это было в Советском Союзе круглосуточное вот приблизительно так многие из них воспринимают эту пропаганду ну и надо сказать честно что пропагандисты стареют это же все кастовая по сути дела система новые люди туда не особенно допускаются поэтому носители новые они осваивают а методы у них достаточно устаревшие часто и совсем не всегда они доходят до той аудитории доводят свои месседжи до которой они пытаются достучаться Иван а есть ли представление понимание во сколько Кремлю обходится пропаганда вы уже перечислили у нас телевидение у нас социальные сети это еще газеты радио ну это вы знаете суммы которые пытались в принципе специалисты оценивать но на мой взгляд это достаточно проблематично потому что пропаганда в значительной мере скрыта финансирование огромного количества СМИ военных идет из военного бюджета большинство СМИ реально крупных и как бы независимых финансируются Газпромом но я бы это оценивал ну минимально в 5 миллиардов долларов ежегодно но это до военной оценки это минимум самое реально я думаю суммы мы сможем посмотреть и больше если все собрать есть же еще региональные СМИ которые мало кто вспоминает есть вот именно разные фабрики троллей которые однозначно надо относить к пропаганде но которые не финансируются напрямую из государственного бюджета и так далее тут скачивать перед наступлением потом делают паузу как это происходит обычно ну смотрите вообще российская пропаганда в значительной мере как я сказал саморегулируется то есть она работает по принципу такого роя который в общем сам неплохо понимает в какой момент надо приподнять планку и поднять степень агрессивности в какой момент когда они следят прекрасно за публичными заявлениями сами официальных лиц они же их не формируют и от них в принципе отталкиваются когда что-то обязательно надо понятно что они получают команды от Кремля происходят еженедельные совещания в Кремле с главными редакторами которые расходятся потом по более мелким СМИ и так далее от редакторов телеканалов к редакторам газет и радио соответственно доходят приблизительный общий смысл того что надо делать лишь очень редкие издания специализированные типа комсомольской правды типа второго канала то есть канала россии российского телевидения типа первого канала получают непосредственно то что называется темники из Кремля где подробно расписано достаточно что и как надо делать все остальные реагируют по принципу Роя отталкиваясь от того что они видят слышат в остальных официальных источниках и соответственно иногда мы видим как эти пропагандисты сталкиваются с официальными российскими лицами то есть пропагандист всегда стремится идти впереди официального дискурса опережать мысль скажем так потому что так гораздо проще выслужиться пусть на тебя шикнут но главное что ты задавал правильную точку зрения они все прекрасно понимают что настроение Владимира Путина его ближайшего окружения предельно агрессивное гораздо более агрессивное чем эти люди демонстрируют на публику соответственно перегнуть палку тут практически невозможно да тебя могут пожурить за что-то что ты слишком откровенно сказал но в целом тебя поймут потому что ты в любом случае не сможешь транслировать что-то более агрессивное чем эти люди думают Иван финальный вопрос если можно так достаточно коротко хотя он такой конечно наверное обширный но где все-таки когда была эта точка невозврата когда Кремль поработил все медиа когда это случилось когда вот ну просто когда уже не смогли защитить свободу слова в России я думаю что точка невозврата это все-таки разгром НТВ и то как на него отреагировала публика то есть к 2003 году когда уже были добиты остатки скажем так НТВ эта история закончилась все основные телевизионные каналы оказались под контролем Кремля и он активно перешел к освоению интернета имея за спиной гораздо более большую мощь гигантские деньги и соответственно постепенно поглощая все остающиеся независимые медиа но с этого момента переиграть что-то я думаю что было практически невозможно российская медиа среда превратилась в пропаганду ну потому что еще в начале 90-х медиа хоть как-то критиковала власти и Путина в особенности ну война в Чечне например как критиковали активно все российские медиа российскую же власть безусловно была совершенно другая ситуация в ельцинскую пару были пусть и олигархические но огромное количество независимых друг от друга медиа с разными точками зрения а в одну дуду они начали дудеть именно при Владимире Путине и где-то вот на стыке между разгромом НТВ и Бесланом когда именно во время Беслана были задавлены практически все медиа которые пытались давать тогда прямую правдивую информацию в том числе были проведены большие чистки государственных медиа есть вот ну не знаю в структуре российской пропаганды если можно это назвать вот такой персонаж как террорист Игорь Стрелков-Гиркин вот с одной стороны он говорит какие-то вещи да там льет слезы в соцсетях и очень любят слушать в Украине потому что он говорит достаточно нелицеприятные вещи о ситуации в российской армии но с другой стороны вот он как бы не познакомился до сих пор с новичком то есть является ли это какой-то частью тоже пропаганды какой-то вот игры пропаганды вот эти его все заявления в соцсетях безусловно нет безусловно и Гиркин в данном случае является такой же частью пропаганды нет просто повторюсь российская пропаганда работает как такой рой независимый соответственно у него очень много выражений совершенно разных это может быть как абсолютно про путинская прямая официальная пропаганда это может быть пропаганда связанная со спецслужбами нет как Гиркин это может быть пропаганда связанная с так называемыми российскими технократами типа условно медиа входивших в большой медиахолдинг Газпрома включая например их и Москвы нет откуда очень часто раздавались абсолютно пропагандистские тезисы несмотря на то что они позиционировали себя как независимая медиа то есть здесь очень сложно проводить границу куда не проникла пропаганда поэтому когда я говорил о российских медиа еще несколько лет назад я всегда говорил условно-свободные или условно-независимые полностью независимых медиа именно поэтому практически не оставалось и если мы слышим какие-то резкие критикующие Кремль заявления это совершенно не значит что речь идет об оппозиции Кремлю в реальности потому что Кремль достаточно адекватен с пропагандистской точки зрения чтобы критиковать сам себя ради того чтобы часто продвинуть нужные себе пропагандистские тезисы спасибо вам огромное за ответы и за ваше время с нами в студии был Иван Преображенский политолог эксперт по странам Центральной и Восточной Европы посольство Российской Федерации Великобритании заявило в Твиттере что пленные военные полка АЗОВ заслуживают унизительной смерти не через расстрел а через повешение российские дипломаты считают что пленные это не настоящие солдаты на заявление российского посольства Британии отреагировал глава офиса президента Андрей Ермак который заявил что Россия является страной террористом в МИД Украины заявили что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности а депутат Лейборийской партии Великобритании Крис Брайан считает что страна должна выслать все посольство России после официального сообщения с призывом казнить пленных бойцов полка АЗОВ после взрывов на территории колонии в поселке Еленовка неподконтрольной в Украине части Донецкой области погибло 53 человека такие цифры приводят российские госсми и медиа непризнанной ДНР Москва приглашала представителей ООН и Красного Креста расследовать трагедию но как только миссия международного комитета собралась приехать Россия отклонила прошение о доступе Генштаб Украины опроверг обвинение России в ударе вооруженных сил Украины по колонии по информации Генштаба россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу так и не предоставили официальные списки погибших позже Минобороны России публиковала поименный список 48 фамилиями погибших Мы поговорили с женами бойцов полка АЗОВ которые до сих пор не слышали своих родных из российского плена Алина расскажите пожалуйста какая ситуация я так понимаю что ваши мужья связались с вами Наши мужья с нами не связывались с нами никто не выходил на связь оттуда мы увидели что в списках нет в тех списках опубликованных которые уже есть во многих пабликах муж моей сестры он находится в списках раненых сейчас с нашими мужьями и там еще мой отец тоже в Еленовке мы не знаем знаем только в списках есть муж моей сестры раненый в Еленовке там их в разных скажем так бараках я так понимаю содержат то есть вот это тот который был уничтожен вчера и есть еще некоторые и вы не знаете точно ситуацию была такая информация что три дня назад с бараков отвели отдельный барак куда всех поместили и получается да ну я не знаю разные информации кто-то говорит что там был подрыв кто-то с артиллерии туда ударили два раза который один раз не попал второй раз попал и что там начался пожар и много погибло на данный момент покуда там 53 человека погибло 73 раненых когда до этого они выходили с вами на связь то есть ну или как-то хотя бы давали о себе знать они не выходили на связь никто мы знаем информацию с этих пабликов источников мы видели их в пабликах российских например я и Алина видели своих мужей в пабликах там где их выводили в плен получается уже в колонии Еленовки видели их когда они были в строю в столове да лично я видела своего мужа там это то что он действительно находится там и плюс еще мы звонили в Красный Крест в информативное бюро СБУ координативный штаб никто никак никакую информацию не они подтвердили что 16 числа ну наши мужья так как они с одного получается взвода вышли 16 числа с Азовстали и были направлены в колонию Еленовку мой папа и муж моей сестры выходили 20 числа то есть позже 20 мая скажите а известно ли там хотя бы какие-то условия не условия то есть где они вот содержатся то есть об этом информация когда-то поступает точно мы не можем знать только у нас например есть чат в котором мы общаемся с девочками ну тоже получается родственники там говорится что там ужасные условия у них им кормят их абы они жили все очень сильно исхудали также мы можем это смотреть на видео когда выставляли наших получается наших пленных что они истощенные худые бледные и воду им дают с речки никакой там медицинской помощи тоже нет хотя вот например у Алины был муж ранен у меня муж был ранен мой отец был ранен муж моей сестры тоже были ранены но их не отправили в больницу как например тяжелораненых но все равно им тоже нужна была медицинская помощь мы не знаем что мы делали почему они такие худые почему с нами никто не выходил за все это время на связь потому что как по договоренностям по Жневской конвенции раз в неделю должны два раза в неделю должны выходить на связь этого не случилось и мы постоянно находимся в подвешенном состоянии мы не знаем о их состоянии здоровья о их моральном состоянии мы не знаем когда они вообще вернутся домой и вернутся ли они вообще сейчас мы настаиваем просто на том чтобы чтобы опять же вспомнили что есть такие люди что есть такие герои которые защищали всю Украину благодаря которым сейчас мы здесь все живы скажем так что вот они там есть и что они хотят домой что мы хотим их увидеть что они хотят вернуться понимаете вы говорили про вот эти вот паблики группы таких же жен родственниц скажите а кому-то из тех кто находится удалось узнать судьбу своих родственников которые там в плену то есть я имею ввиду после обстрела хотя бы кто-то узнал все делали списков которые нам предоставили российская сторона только так то есть это такой не как бы неофициальный список но он как бы российский он единственный по сути который есть за что можно ухватиться да возможно это так но мы не знаем возможно еще есть какие-то официальные списки с нашей украинской стороны возможно с погибшими с родственниками погибших связывалась патронажная служба мы не знаем есть ли с нашей стороны списки но это все просто вот например у моей сестры уже как бы написано что ее муж ранен но с ней так еще никто не связывался и не сообщал в каком он состоянии где он находится сейчас и все тому подобное вот вы говорили что вы обращаетесь в всевозможные инстанции то есть на кого у вас больше надежды в этом плане то есть либо ну понятно что вроде бы там руководство страны должно этим всем заниматься в наибольшей мере да но тем не менее возможно красный крест больше они хотя бы больше сотрудничают именно с оккупантами с российской армией или ну вы как чувствуете как по практике вот есть же были предыдущие случаи да когда там кого-то обменивали то есть кто-то возвращался то есть как вы считаете ну кому прежде всего нужно вот обращаться на кого больше всего надеяться это будет красный крест и наше украинское информационное бюро вот вы еще тоже в частности говорили о том что очень важно сейчас напоминать об этом чтобы не забывали об азовцах чтобы вот это все оно как бы не заболталось грубо говоря чтобы оно все не забылось и не ушло с информационного пространства знаю вы там и проводили пресс-конференции там ездили вот даже по-моему к Папе Римскому да был такой визит то есть как мировая общественность готова ли она вот поддерживать этот интерес то есть потому что они все-таки сейчас все устают уже от нашей войны то есть это мы здесь да там сражаемся вот каждый день для нас мы понимаем эту опасность а они уже ну они это ощущают по-другому и вот как они реагируют на вот эти вот ваши призывы ваше обращение мировая общественность на самом деле есть поддержка и колоссальная поддержка особенно она проявлялась тогда когда наши ребята были в Азовстале когда мы требовали процедуры экстракшн сначала деблокады потом процедуры экстракшн мировая общественность нас поддерживала это были различные акции очень много людей выходило на митинги вот эти вот мирные все за границами сейчас мы хотим добиться того чтобы люди приходили чтобы люди опять же вспомнили потому что ну как как это устали от войны ну как это устали от войны устали от войны только те кто сейчас на войне находится те кто находится в плену непосредственно кто участвует в этом а мы люди которые просто ну это займет буквально 30 минут нашего времени выйти на площадь какую-нибудь чтобы вот засняли это все и чтобы больше людей об этом узнало потому что к сожалению на сегодняшний день есть такие люди которые даже не знают что такое АЗОВ понимаете а так не должно быть обстрел Еленовки ну многие же ну скажем так были такие мнения что попытаться как-то договориться с Россией или там ну скажем так пойти на какой-то компромисс вот с тем я имею ввиду именно сдачу АЗОВа да то есть когда им позволили выйти да живыми но они по сути попали в плен и дальше находятся как вы сказали совершенно жутких условиях на ваш взгляд возможно ли вообще с Россией дальше о чем-то вот как бы вот так вот даже договариваться понимаем что да нужно как-то обмениваться пленными мы должны иметь какой-то контакт но учитывая действия Российской Федерации по данным СБУ разведки украинской то есть это был целенаправленный удар именно по для уничтожения этого барака там где находились эти пленные я думаю что во-первых нет ничего невозможного в любом случае переговоры должны вестись 24 на 7 о наших пленных потому что мы всегда наверное видели вы тоже следите за обстоятельствами с пленными и их пленными которые находятся на нашей стороне то что мы готовы обменять но с стороны не идут как бы на обмены вот я хочу сказать то что мы должны всегда помнить о том с кем мы имеем дело с какой страной как она себя показала в этой войне сколько она нарушала всего правил правил попробовать менять наших пленных обязательно нужно потому что нельзя их там оставлять поэтому спасибо вам большое и держитесь всего доброго ну а в киеве уже 12 час ночи и наше следующее интервью о том что путин боится своих силовиков он понимает что в некоем роде стал зависим от них и управлять ими становится сложно об этом говорит политолог из России Абазгалямов изменится ли уровень поддержки Путина после зверц с украинским военнопленным видео с которым увидел весь мир или после обстрела Еленовки утечка соцопроса для Кремля что выбирают россияне вести активные боевые действия в Украине или идти на подписание мировых договоренностей а также что для российского генералитета значит обстрел Севастополя обо всем этом разговоре далее смотрите Абаз здравствуйте спасибо что присоединились к нам поговорить о заявленной теме много событий было в последние дни и за сегодня тоже но хотелось бы начать с того о чем мы начали говорить да и заявленной темы о том что Путин больше не контролирует силовиков а скорее они его контролируют он как будто в заложниках как вы считаете что может говорить в пользу этой гипотезы ну нет я все-таки не утверждал что они его контролируют он впал в зависимости от них он все равно главный да то есть это преувеличение сказать что они уже командуют Путина нет он он все равно главный но просто если раньше между ними расстояние расстояние было измерялось там я не знаю в километрах сотнях километров каких-то световых годах да то теперь это дистанция уменьшилась в принципе он он уже понимает до него уже доходит что ну в некоторых ситуациях для него выгоднее поступить так как они говорят так как они советуют а не так как он сам считает нужным вот об этом речь идет ну самый яркий пример например это история с Израилем значит конфликт который вот сейчас прямо у нас на глазах разворачивается где-то с месяц назад Путин еще считал необходимым считал возможным корректировать своего министра иностранных дел и даже извиняться за его резкие выпады да это было после того как Лавров в одном из своих интервью сказал что ну по сути он подвел к тому что антисемитизм это так сказать в нем сами евреи виноваты да что и Гитлер был евреем вот и что многие антисемиты евреи в Израиле это высказывание вызвало такое возмущение значит был скандал и Путин тогда это вот месяц полтора назад Путин значит еще необходимо позвонить Беннету премьеру тогдашнему израильскому и извиниться Путин не так часто извиняется вообще никогда этого не делает да и это очень показательная история строго говоря Израиль конечно нужен Путину да который отказывается продавать Украине оружие при том что Украина просит оружие в частности железный кукол вот эту систему значит противоракетной обороны значит нейтрален ну вроде как у тебя значит есть повод говорить что ну неправда что весь мир так сказать на стороне Украины да то есть одно дело когда на твоей стороне там только такие страны как значит Бурунди и какие-нибудь там Науру да которых никто и которых никто не знает а другое дело когда среди них есть Израиль вот и поэтому нейтральность Израиля это в принципе для Путина в общем-то подарок и он ну это понимает судя по тому что месяц назад он извинился но прошел месяц и что мы видим мы видим что Минюст обращается с иском в суд с требованием закрыть еврейское еврейское агентство Сахнот да и значит ну то есть получается что система уже делает не то что считает нужным Путин да а то что делает считает нужным кто-то другой значит антисемитизм это червячально распространенная штука в российской силовой среде вот сам Путин совершенно не антисемит он в целом к Израилю исторически относился хорошо то есть национальный фактор сам по себе для него не имеет значения да он такой вот имперец то есть одническая составляющая не важна да как говорится был бы человек хороший а сам Израиль как государство в принципе Путину всегда был симпатичен потому что это где-то такая ролевая модель для Путина знаете это государство которое значит ну там десятилетиями существует во враждебном окружении да и тем не менее успешно развивается исправляется да вот если вернуться к теме разговора то вы говорите да Путин остается главным но очень сильное влияние силовиков а есть ли вот конкретные фамилии да кто очень сильно влияет на Путина от кого он очень сильно зависим кто эти люди ну в первую очередь это сейчас Патрушев и Бортников вот думаю давайте с должностями да чтобы мы зрителя сориентировали секретарь 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 совета безопасности Патрушев и директор ФСБ Бортников в принципе я бы назвал еще руководителя следственного комитета Бастрыкин другое дело что Бастрыкин человек который строго говоря украинской повесткой не занимается хотя конечно занимается тоже и какие-то уголовные дела да ну вот это как раз свидетельство того что он туда тоже активно лезет хотя строго говоря это не его тематика да то есть он должен расследовать преступления внутри страны внутри России тоже этого добра хватает но то что он лезет вот в не свою тему да как раз является еще одним свидетельством того что эти ребята усиливаются вот значит ну вот в первую очередь я бы назвал этих троих но на самом деле конечно там есть и МВД и ГРУ и СВР и значит у каждого из этих руководителей десятки заместителей да и значит генералов там вообще у них счет на сотни идет да ну то есть они в целом каждый на своем уровне укрепляют свою субъектность то есть руководители ведомства во взаимоотношениях с Путиным значит замы во взаимоотношениях с замами руководителя администрации президента министрами там да и так далее и так далее то есть по всей вертикали вниз силовая составляющая усиливается в общем-то понятно почему как минимум две группы причин есть во-первых ну строго говоря идет война да и в ситуации войны ты должен отгружать постоянно в сторону силовиков все больше объема ресурсов и полномочий потому что они делают то дело которое ну от которого твое будущее зависит да а во-вторых и с точки зрения внутрироссийской политической ситуации вот раньше репрессии были второстепенным инструментом управления политическим процессом Путин всегда использовал конечно силовое давление на оппозицию но все-таки в первую очередь он обеспечивал свое доминирование в политике за счет и победы на выборах за счет политического инструментария строго говоря да пропаганды вот а сейчас значит этот тренд ну как минимум с 18 года заметен когда властные рейтинги падают да и для того чтобы выигрывать выборы все сильнее приходится использовать админресурс все чаще приходится там оппозиционеров сажать возбуждать против них уголовные дела да и вот ну и соответственно роль пропагандистского инструментария она в принципе снижается да и сейчас и сейчас совершенно очевидно что и в части внутрироссийской политической ситуации значит контрольный пакет уже принадлежит силовикам то есть они уже определяют повестку ну а чего же пропаганда смотрите мне кажется вот у нас ну по крайней мере с Украины кажется что пропаганда в России это вот как раз на первом месте то что толкает большинство ну а вы почему судите а вы почему судите вы судите по телевизору вы российские телепередачи смотрите и вам кажется что пропаганда главная ну невозможно оценить значит то как работают силовики если смотреть только телевизор они например депутата Горинова арестовали значит московского депутата 8-7 лет ему дали вот буквально месяц назад приговор суда был да за формально по статье о дискредитации российской армии за то что он на заседании муниципального совета он там в местном совете москвы то есть низового уровня депутат значит в ответ на предложение организовать какие-то там праздники для детей в марте он сказал слушайте ну как что за кощунство значит тут люди дети гибнут в Украине в этот прям момент а мы тут будем детские праздники организовывать давайте не будем пока кощунствовать за это 7 лет человеку дали об этом же по телевизору не сказали ни слова я специально проверил что смотрел в день вынесения приговора значит новости на первом канале и воскресенье той же недели или итоговую аналитическую передачу значит по итогам недели это был первый реальный срок данный в рамках этого уголовного вот этой новой статьи о дискретации российской армии которая появилась в уголовном кодексе в марте уже после начала войны да как ответ на антивоенный протест и в принципе российская пропаганда но она всегда использует то что считает выгодным для того чтобы значит воздействовать на мозги граждан но это итоговая передача про Гориного тоже ничего не показали и соответственно вот важный пласт российского политического процесса его просто в российском телевизоре нет поэтому глядя на российское телевидение вы не можете судить о соотношении значит тех инструментов которые используются в политическом процессе понимаете смотрите а вот если если продолжить да вот этот дискурс о телевидении и о том о чем не говорится вот ужасающее да убийство 53 по крайней мере 53 украинских военно-пленных в Еленовке да об этом же тоже наверное не рассказали на российском телевидении как считаете люди могут поверить в то что такое совершила российская армия или тоже будут придерживаться мнению что это фейк это все выдумка украинцев смотрите многие будут говорить да что это фейк что это выдумка но это будет такая защитная реакция а в глубине души люди-то будут догадываться понимать что думаете будет думаете где-то будет сомнение понимаете а по-другому быть не может потому что ну они же на самом деле люди живущие в России они все остро чувствуют свою беспомощность перед российской системой перед машиной перед системой они все знают что они беззащитны то есть ну история там с условным ОВД дальним в Татарстане где значит человек бутылкой из-под шампанского насиловали да она у всех на слуху такие истории регулярно случаются значит в прошлом году сами россиян против россиян да ну конечно россияне против украинцев ну конечно то есть в прошлом году у нас всю Россию так сказать отрисал этот скандал в системе ФСИН когда там утекли значит огромные гигабайты там информации видеозаписей пыток самых нечеловеческих знаете таких по-настоящему нацистские застенки такие знаете вот пыток где в Синовце пытаются российских заключенных да и вся Россия знает про эту историю то есть в принципе когда значит выходят российские пропагандисты и говорят да вы что там чтобы наши российские там военнослужащие значит совершали какие-то акции владеяния да не может этого быть ну на самом деле россияне в глубине души понимают что конечно это может быть изо дня в день они это видят они изо дня в день сталкиваются с беспределом государственным в отношении самих себя да поэтому даже если они будут делать вид что они соглашают с путинской пропагандой они делать это будут в первую очередь потому что сами боятся оказаться на месте вот этих самых пытаемых украинцев да потому что они знают как российская власть обходится с российской же оппозиции со всеми недовольными собственно говоря вся лояльность российская политическая лояльность построена исключительно на насилие да все те вот эти аргументы которые о которых говорят которые используют российские обыватели в пользу так сказать системы демонстрируют свою лояльность да это на самом деле всего лишь способ рационализации своего страха я вас уверяю убери вот этот фактор страха да через полгода от легитимности Путина и режима вообще ничего не останется у них рейтинг ниже десяти упадет вот то есть ежовые рукавицы коней коней да абсолютно абсолютно да так поэтому значит собственно говоря почему сейчас война становится все менее популярной тому есть три группы причин первая связана с отсутствием победы конечно это самый важный фактор не хочется поддерживать проигравшего все хотят поддерживать победителя поэтому когда видят что путинские чудо-богатыри оказались значит совсем не такими чудо-богатырями знаете как в народе говорят издали и то и сё а вблизи не так не сяк ну вот значит на парадок то они молодцы а как только до дела дошло так в общем-то ничего феноменального вот это конечно первый главный так сказать легитимизирующий вот войну фактор второй это экономические сложности которые россияне начинают чувствовать да там в быту уже растущие цены дефицит лекарств и так далее это конечно тоже бьет по лояльной базе а третье это вот этот шок эстетический шок связанный с бучей да и вот этими прочими событиями подобного рода когда люди даже если формально они они не скажут что мы считаем что там российская армия виновата да ну может быть они этого не заявят может быть они скажут ну непонятно там да но в глубине души догадываясь что это может быть правда да они не хотят с этим ассоциироваться и они начинают дистанцироваться от войны поэтому падает интерес фиксируемый уже социологами значит процесс падения интереса к новостям с фронта то есть россияне все чаще просто отгораживаются от этого всего да вот а какие есть цифры какая свежая статистика вот ну если у вас есть информация о том как поддерживают ну смотрите ну ну смотрите на самом деле конечно у нас с цифрами все очень сложно потому что в условиях репрессивного государства люди с социологами честно не разговаривают да поэтому мы можем судить только по каким-то значит косвенным признакам ну вот можно например вспомнить двухнедельной давности утечку данных опроса в ЦИОМ который в ЦИОМ проводил по заказу Кремля и который официально не публиковался но презентация со слайдами значит этого опроса утекла сначала значит один слайд был обубликован изданием Медуза а потом The Bell опубликовали остальные слайды и там в частности задавался вопрос значит как вы считаете что сейчас вот прям дословно цитирую вопрос так он был сформулирован что сейчас для России должно быть приоритетом продолжать боевые действия или немедленно переходить к мирным переговорам и оба варианта набрали по 44% то есть при том что вариант с мирными переговорами в тот момент в повестке вообще не стояло в тот момент Медведев там писал в Твиттере что значит для них там наступит судный день а Путин а как изменилась статистика как изменилась что значит по 44% а раньше как было смотрите поскольку это утечка закрытая закрытых данных мы не можем просить журналистов слишком многого не можем сказать ребята а добудьте что там раньше было то есть очевидно что падает поддержка мы вынуждены судить по ряду косвенных только по косвенным признакам о том что происходит с общественным мнением я понимаю ваш интерес к первоисточнику это ну там абсолютно правильно профессиональный подход да но к сожалению первоисточников очень мало повторюсь это это не демократическое государство это авторитарное государство по сути уже переходящее в стадию тоталитарного оперируем теми данными которые есть которые есть я мы все понимаем а вот если говорить о том если вернуться к этим видео жестокости пыток как вы думаете то что там россияне могут догадываться что это правда а как это может повлиять на международное видение Путина может ли оно измениться что вот он такой жестокий он олицетворяет эту силу да российскую которая вот такое делает по отношению к украинским военнопленным это может как-то изменить мнение мира о Путине конечно нет смотрите борьба за общественное мнение это вообще такая постоянная вещь значит допустим в мае в США по сравнению с мартом снизилось примерно на 10% пунктов число людей которые отвечают на вопрос социологов готовы ли вы лично нести неудобства связанные с растущими ценами на бензин например да на инфляцию значит во имя победы так сказать Украины над путинской армией да и вот минус 10% пунктов с марта по май то есть мы видим ну такую неприятную тенденцию да демобилизации то есть американцы как бы говорят слушайте ну вы там конечно молодцы украинцы да но у нас свои проблемы да и поэтому не ждите от нас слишком много по сути вот эти минус 10% об этом говорят и когда ты их видишь ну ты думаешь а если этот тренд уже да вот с марта по май демобилизации минус 10 пунктов это значит в июне там в июле еще минус 5-7 пунктов будет да а потом ты смотришь в июне например и видишь что опять рост да почему этот рост произошел ведь наметился тренд на демобилизацию да вот именно из-за таких скандалов вот эти скандалы на самом деле конечно работают исключительно против Путина исключительно на Украину да общественное мнение вновь так сказать в виде вот эти новости да условный Буча там условная значит вот эта вот история с этими военнопленными убитыми азовцами значит это опять сквозьнет так сказать общественное мнение опять уровень поддержки безоговорочной помощи ну там курсы на безоговорочную помощь Украине там поставку хаймарцев и всего такого прочего опять укрепится политики опять начнут говорить ну в пользу этих вещей вот собственно это же и произошло как только новость об убийстве азовцев попала в паблик в информационное пространство тут же американские политики стали писать в твиттерах своих значит что даешь поставки там дополнительные поставки американского на голову не наладится то как можно антигуманно себя вести это же надо остановить это же невозможно выдержать никому ни жертв ни тем кто наблюдает за этим всем Абас еще вот ну то есть вот вы по сути вы по сути ответили на собственный вопрос конечно это работает против Путина конечно это идет на пользу Украины и я хотел как раз обратить внимание еще раз вот вы меня в самом начале спросили про то что ну там какие есть факты подтверждающие то что силовики Путин не контролирует силовиков да вот эти самые факторы то что они такие вещи делают которые объективно не отвечают интересам Путина а Путин ничего не в состоянии с ними поделать ни одного из них он пока еще по крайней мере публично не уволил еще раз подтверждают то что фактор Путина в российской политике слабеет его контроль над силовым блоком слабеет напоследок обстреле в Крыму и потом о самом мощном обстреле Николаева по данным генштаба за 5 месяцев боевых действий как вы думаете что это что это произошло что это за новый виток ну а как украинцы нанесли удар по Севастополю это очевидно очень болезненно было воспринято российским генералитетом они попытались нанести ответный удар я это вот так воспринял то есть совершенно понятно ведь политически это страшное поражение то есть ну ничто так наглядно не доказывает то что ни о какой победе там российской армии российской армии речи не идет как факт перенесения боевых действий на территорию России да ну Севастополь с точки зрения россиян российского общественного мнения это Россия и если Севастополь украинцы обстреливают значит то ну то все заверения российской пропаганды что мы значит побеждаем оказывается ложью да любой это понимает и понятно что российский генералитет бесится и пытается компенсировать вот эти свои неудачи ну новыми отстрелами Аббас спасибо большое что вы поговорили с нами нашли время поговорили обо всем я думаю что мы с вами еще будем не единожды встречаться спасибо до свидания США и НАТО не присылает Украине достаточное вооружение для поражения российской армии так считает австрийский военный аналитик и эксперт по применению боевой авиации Том Купер он с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину следит за ходом боевых действий и имеет собственные источники информации в эксклюзивном интервью телепроекту Фридом один из лучших военных аналитиков в мире рассказал что нужно украинской армии для победы в чем слабая сторона российской авиации и чем можно напугать Путина смотрите далее Том здравствуйте наконец-то мы с вами встретились по скайпу хотела начать наш разговор с одной из недавних ваших статей о войне России против Украины ваш материал получился не слишком оптимистичный для Украины отрезвляющий как ледяной душ и главная причина этого что украинская армия не имеет противодействия российской комбинации орланов 10 и самоходных гаубиц калибром 152 миллиметра почему это успешное сочетание оружия для российской армии ситуация на самом деле не отчаянная я бы назвал ее серьезной проблемой для украинской армии и Украина сейчас работает над ее разрешением это не та проблема которую нельзя решить тем более в такой войне как война России против Украины когда два противника с похожими возможностями каждая война строится на принципе действие реакция это означает что ты разворачиваешь на фронте один вид оружия враг на него реагирует контратакует ты применяешь какую-нибудь новейшую технику враг ищет как ответить это самое лучшее оружие россиян в последнее время по сути да это комбинация около сотни гаубиц мста С в сочетании с сотнями беспилотников орлан к счастью на всю передовую их недостаточно на 2000 километров всей линии фронта этого не хватит это не те запасы с которыми выиграют войну но ущерб украинской армии нанести может потому что россияне выставляют артиллерию только в конкретных участках фронта и начинает огонь так как недавно было с атакой на углегорскую теплоэлектростанцию то есть они постоянно стреляют 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 и концентрируются на конкретных участках фронта применяя средства радиоэлектронной борьбы то есть орланы постоянно летают над позициями украинских военных поэтому и очень трудно им укрыться от постоянного наблюдения с воздуха очень тяжело такому противостоять русские обычно используют орланы и три канала наблюдения видеонаблюдение передача сигнала автоматическую систему управления огнем с помощью этой системы очень быстрая связь между увиденным беспилотником и реакцией артиллерии также этот орлан отслеживает мобильные телефоны украинских военных система ищет наибольшую концентрацию мобильных телефонов на линии фронта и так вычисляет скопление военных позиций или артиллерии но это не та самая большая проблема проблема в том что одновременно россияне отправляют в небо не один орлан а сразу шесть-семь со всеми комплектующими которые я отметил как только выводишь из строя один беспилотник работает другой сразу передает российским командирам дислокацию украинских окопов по славянскому такой концентрации артиллерии нет потому россияне там продвигаются очень медленно а на херсонском направлении украинцы разрушили мосты нарушили логистику снабжения боеприпасами и этим усложнили для россиян снабжение горючего еды и боеприпасов там украинская армия получила преимущество над россиянами правда ли что россияне преимущественно используют устаревшую технику да прежде всего если сравнить российское оружие с оружием запада то оно всегда как из прошлого потому что США например всегда стремятся выработать оружие которое будет эффективным через 20 30 и 50 лет россияне же всегда пытаются похитить информацию о современном американском оружии и понять как на него реагировать и контратаковать а это значит что российские военные всегда на шаг позади продвинутой техники из 60-х годов россияне не имеют необходимого оборудования производить сверхтехнологичное оружие поэтому занимаются импортом или же контрабандой нужных элементов а это опять же означает выработать более высокотехнологичное оружие чем запад они не могут россияне занимаются промышленным шпионажем чтобы улучшить свое оружие то есть обычное оружие России всегда из позапрошлого поколения а одно поколение у военной техники это 20 лет и они такие думают хорошо если у американцев есть гаубицы с дальностью поражения на 30 километров мы сделаем дальность поражения на 40 и плевать россиянам что их гаубицы не столь высокоточны как западные и еще россияне очень полагаются на сложную логистику ты везешь оружие из России в Украину поездом потом грузовик везет все на поле боя затем солдаты физически распаковывают ящики с боеприпасами и потом физически же солдат должен донести боеприпасы до оружия правда ли что это война это война логистики по железной дороге железная дорога является ключевым условием быстрой доставки боеприпасов на поле боя с самого начала так и есть раньше это так не было ведь дистанция между складами на юге Белоруссии где-то в Киеве достаточно короткая а значит большинство оружия снабжали грузовиками но с чем они сталкивались с огромными пробками ведь дорога была только одна потому частично и провалилась операция россиян на севере Украины если вы будете мониторить это российский подход использовать железную дорогу почему они взяли первым изюм потому что там железнодорожная станция идет он с Белгорода в Купянск а затем изюм вся эта сеть железных дорог связывает Луганскую область россияне постоянно завязывают логистику войны именно на железной дороге какие серьезные шаги Украине следует предпринять чтобы освободить от российских оккупантов Херсон разрушать мосты и склады боеприпасов россиян недостаточно но мосты украинская страна должна держать в напряжении это сейчас ключевой момент если украинцы разрушат мост россияне будут искать как переправить оружие и боеприпасы на другую сторону новым способом все альтернативы которыми могут воспользоваться россияне украинским военным нужно уничтожать иначе россияне будут стараться пересылать новые войска технику и просто так не дадут заднюю они персонально не воспринимают поражение ни при каких обстоятельствах и потому в Херсоне такая ситуация что даже если украинцы преобладают тактически и могут освободить город Путин будет сражаться до последнего российского солдата особенно на юге Украины Том вы очень четко осведомлены о войне России против Украины откуда вы черпаете информацию это секретные источники все что я могу сказать что есть несколько человек в украинской армии они указывают на какие направления сейчас обратить внимание где разобраться в деталях военных действий я не знаю всего и могу узнавать информацию не своевременно иногда информация приходит ко мне поздно ночью но я сразу ее прорабатываю и анализирую а еще много дедукции логического взгляда на процесс войны война имеет свои правила какие-то принципы систему и если ты понимаешь эту систему и границы линии фронта ты понимаешь что может сделать одна сторона конфликта а на что способна другая это как с игрой в лего у тебя есть кубики определенного цвета и определенной формы и что ты с ними будешь делать и в каком порядке складываешь как можно сделать украинскую армию более эффективной на фронте может ли армия Украины стать эффективной с имеющимся оружием ну на данный момент ничего особенного сейчас вам нужно 300-400 единиц артиллерии а еще украинцам нужно защищать артиллерию с неба иметь более-менее мощную противовоздушную оборону чтобы нанести удары по противнику ты должен предоставить полную безопасность своей артиллерии то есть в определенном плане это можно назвать воздушным зонтиком то чего у Украины почти нет у вас есть некоторые системы точечной защиты которые отразят артиллерийские снаряды или ракеты но этого недостаточно вам нужно наносить много маленьких ударов по русской артиллерии и плюс обеспечить себе хорошую противовоздушную защиту у вас недостаточно артиллерии дальнего радиуса действия к сожалению поэтому украинской армии есть потери которых можно было бы избежать но я уверен через несколько недель ситуация изменится в лучшую сторону для украинцев если посмотреть на последние опубликованные видео российской армии где они издеваются над военнопленными вы сражаетесь с реально криминальными людьми а не только военными и единственный путь уничтожить их всех или заставить их бежать с украинской территории для вас как эксперта по авиации что стало интересным в профессиональном плане в этой войне России против Украины у меня были определенные выводы насчет российской авиации в Сирии в 2015-2016 годах и самое интересное что они подтвердились в Украине российская авиация не может выполнять свою работу в небе увлекательно смотреть как россиянин взлетает как он делает маневры в небе выпускает ракеты и потом как его ловко сбивает противник их часто сбивают и я не удивлен почему НАТО много знает подробной информации об авиационных боях и многое раскрывает публично а мне как специалисту это очень интересно удивительно смотреть на полную некомпетенцию российской авиации еще со времен Сирии они показали что воевать не умеют только умеют ракетами забрасывать гражданское население и это то что они сейчас делают в Украине убивают мирных украинцев когда не могут уничтожить какую-то военную цель россияне не попадают с первого раза в цель им нужно десяток ракет выпустить чтобы попасть в нее представьте вы пытаетесь написать букву А и таки выводите ее а не получается потом снова пишете не получилось и на 21 раз наконец вы смогли написать букву А вот такое простое сравнение как работает российская авиация и потом им еще за такое дают медали в России я не думал что у них будет столько провалов какие предубеждения о войне за последние пять месяцев вы опровергаете одно предубеждение которое я слышу что российской авиации не видно в небе Украины на самом деле она есть но работает только на фронте потому что их самолеты поражают цели на дальних дистанциях гораздо дальней чем это может сделать артиллерия что значит например некий Игорь хочет поразить цель в 20 километрах от передовой потому что его могут убить и если артиллерия вся занята он может вызвать авиацию и это их основная задача у россиян для этого есть якобы очень мощные самолеты Су которые были разработаны в 92 году и были представлены на авиашоу Фарнборо в Британии у них есть ракеты и они могут уничтожить до 50 целей на земле и все эти легенды составлялись 30 лет подряд и развалились как карточный домик ведь это все неправда их пилоты научены поражать цели в небе и на земле но никто не умеет делать и то и другое они всего 20 часов в год тратят на тактические учения чтобы поражать воздушные или земные цели на больше времени не хватает горючего да 20 часов это же ничто конечно ничто но так работает путинская Россия получается так что министерство обороны российской федерации должно выделять деньги на авиаучения но все причастные к процессу пытаются урвать себе финансирование банк газпром шойгу герасимов все гребут в карман и наконец на горючее пилотам не остается поэтому и тренируются они от силы 40 часов в год и эти люди еще говорят что покорят Украину и Европу конечно а потом еще Марс и Юпитер и я на самом деле доволен тем что все мои оценки российской армии за годы ведения ими войны были правильные и подтвердились российские воздушные силы недофинансированы коррумпированы и некомпетентны представляет ли вообще запад как продвигается война видят ли там достижения Украины люди на западе знают что идет война но без конкретики нет целостной картины и мысли о том что происходит и как выглядит на самом деле война России против Украины и публика на западе делится на две категории одни слушают новости и точно понимают что Путин напал на Украину другие не верят медиа вообще и они думают что Путин якобы защищается от НАТО или чего-то еще выдуманного также есть люди которые хотят больше знать о нападении России им новостей из СМИ маловато это люди типа меня это лишь один процент населения который ищет аналитических взглядов о военных действиях к примеру вот мне известно что существуют специальные приложения на телефонах которые помогают управлять оружием украинским военным передавать информацию дислокации о россиянах такие же программы существуют у ваших врагов их ограниченное количество и их задача более узкая представьте сидящий перед компьютером российский командир где-то у себя в штабе получает из орланов информацию об украинских военных их окопах складах наводит мышку на цель и кликает на нее чтобы артиллерия начала обстрел вот почему украинцам достаточно тяжело контратаковать русскую артиллерию к чему я это все что таким как я интересны все детали а не как называется это приложение и не только для чего оно в своей недавней статье вы заявили что борьба с путинской россией это как борьба с мифической гидрой отрубите ей одну голову а у нее есть еще 15 других возможно ли чем-нибудь напугать путина как остановить его армию вообще-то есть возможность напугать путина но она политическая давайте я вам напомню о прусском военном аналитике карле фон клаузовице он говорил что война это продолжение политики иными средствами а это значит война и политика ходят рядом и это очень похоже на то как мыслят россияне цель путина поработить украину сделать подконтрольной он 20 лет хочет это сделать и не выходит украина не поддастся большинство украинцев не дадут этому случиться а это очень злит диктатора потому и произошло вторжение и зверство он будет кошмарить гражданское население Украины и мстить он будет отдавать и дальше приказы убивать украинцев и вы видели недавнее опубликованное видео с пыткой россиянами украинских военных так это лишь верхушка айсберга что делают россияне многие военные пропали без вести часто они захоронены в братских могилах и только со временем Украина узнает что на самом деле с ними сделали пока нам многое неизвестно но сейчас мы видим как россияне публикуют эти видео чтобы приводить украинцев в ужас чтобы контролировать их через чувство страха так вот возвращаемся к Путину испугать его можно политически не убийством его генералов солдат или уничтожением техники ему все равно его волнует его измерение оно дипломатическое и все равно запад и даже Украина они достаточно жесткие с диктатором Путин привык шантажировать людей если ты не подчинишься мне буду тебя терроризировать убивать и насиловать и этот шантаж к сожалению работает то же он делает с Евросоюзом если вы не прекратите поставлять оружие украинцам я отключу вас от газа пока все к российскому диктатору относятся осторожно ничего не изменится но чтобы ослабить его политические позиции нужно убивать его армию показать мол слушай Путин ты теряешь своих людей ты должен идти на уступки и условия украинцев потому я поддерживаю те страны которые признали Россию страной террористом ибо она таковой и является Россия распространяет терроризм не только в Украине с 2014 года но и в других странах мира и давайте вспомним что первое сделал 2000-х Путин когда пришел к власти он взорвал 300 человек и спровоцировал войну с Чечней началась вторая чеченская война поэтому все должны знать с кем имеют дело Путин массовый убийца нельзя с ним вести какие-либо переговоры никогда единственные переговоры с ним должны выглядеть так вы не идете на наши условия тогда мы уничтожим вашу армию и вашу экономику почему это важно? потому что он желает управлять а чем он будет управлять если нет страны какой править и людей в ней и эти путинские угрозы по ядерному оружию типичный блеф если он спровоцирует ядерную войну чем он будет управлять? да, может он лично и выживет в своем бункере но не будет точно уже никакой Москвы или Ростова-на-Дону а если ты хочешь управлять то должен сохранить что-то надо, чтобы ему дали почувствовать что он теряет то, чем руководит вот это его и испугает но никто этого не делает пока вещь также пугающая Путина не потерять свои позиции внутри России давайте вспомним почему Ельцин сделал Путина президентом он хотел защитить весь свой клан бандитов и коррупционеров и Путин это мог гарантировать чтобы никого за кражи и преступления не посадили за решетку а теперь когда диктатор стар и болен он напуган что он не сможет дожить свой век в мире он будет избавляться от всех угроз и одна из самых больших угроз народное восстание многие недовольны его режимом но все молчат боятся что-то сказать и тех, кто по-настоящему поддерживает диктатора менее 20% а каждое восстание несет за собой свержение власти и лидера так случилось с Милошевичем в Сербии с Януковичем в Украине почти случилось с Лукашенко в Беларуси и диктаторством в Казахстане ладно, Лукашенко еще у власти но это ненадолго в Казахстане диктатура также скоро закончится и чем скорее это произойдет тем хуже Путину он потеряет неприкосновенность и его повесят на первом же дереве или пристрелят как Каддафи на улице вот чего он боится закончить как все диктаторы потому и развязывает эти войны ему все равно на последствия и на то что Россия может не существовать через 10 лет он будет до последнего держаться за власть именно поэтому в 2016 году Путин сделал так чтобы боевики Росгвардии ОМОНа вагнеровцы чтобы все они служили не России а конкретно Путину если против Путина восстанет российская армия эти боевики будут охраной как Украина справляется с тем что нам поставляют артиллерию разных производителей это надо и знать как ремонтировать и какие боеприпасы подвозить многие страны не только члены НАТО но и та же Австралия поставляют Украине разное вооружение к примеру 10 леопардов 13 абрамсов 18 цезарей и еще гаубицы это все хаос с одной стороны все это оружие по стандартам НАТО поэтому если придут гаубицы калибром 155 миллиметров из США или Франции для них будут одинаковые боеприпасы и это хорошая новость но все остальное аккумуляторы подготовка и тренировка разные потому украинцам очень сложно обслуживать это оружие ладно 2-3 недели техника работает но если она сломалась то все будут ли у тебя нужные комплектующие или нет неизвестно поэтому тактику НАТО вообще не понимаю почему они не прислали украинцам все что могут почему все держат при себе и дрожат что на них тоже нападет Россия но если Украине прислать много оружия на этом и прекратится война а они разобьют российскую армию в дребезги а политики этого не понимают Украине помощь нужна сейчас если вы хотите остановить войну оружие нужно сегодня а не через 2 или 6 месяцев решите газовые проблемы до зимы и забудьте о России нет эти политики разбивают вам помощь на какие-то пакеты партии зачем надо все и сразу а не так что спустя недели переговоров украинцам присылают 10 гаубиц я эту осторожность не поддерживаю вообще и нужно чтобы запад понимал эту войну и как она работает западные политики должны сделать следующее сосчитать сколько оружия имеют например имеют сотню гаубиц все надо отправить Украине и все снаряжение все комплектующие между тем вы работаете в 3 смены и делаете новую партию оружия да это работает между тем в Германии кричат что ой как страшно мы зимой замерзнем да просто отдайте все оружие Украине и не будете вы мерзнуть потому что поможете остановить войну если будет принято решение о временном прекращении огня будет ли для Украины это стопроцентная катастрофа и почему не вижу вообще пока причины возможности чтобы о чем-то договариваться с Россией не люблю делать прогнозов но в ближайшее время никаких переговоров быть не может Украину к этому не склонить кто бы не предлагал вам идти на перемирие этого быть не может разве что произойдет переломный момент в войне в пользу Украины например поражение российской армии в Херсоне и освобождение города от оккупации или что-то похожее но пока продолжаются зверства российской армии никто в Украине не будет говорить о прекращении огня пока Путин убежден что он выигрывает не знаю по каким причинам он так думает он живет своими иллюзиями 158 день трехдневного захвата Украины продолжается он там думает все идет по плану извините что смеюсь я просто иронизирую все это так нелепо Том я вам очень благодарна за интервью спасибо за детальные ответы и анализ хода войны это я вас благодарю за приглашение берегите себя и не игнорируйте воздушную тревогу до свидания друзья вы прослушали интервью австрийского военного эксперта и аналитика авиационного Тома Купера ну что мы можем сделать вывод после его разговора что а Украине нужно больше присылать военного оружия то что есть по его мнению как специалиста недостаточно и также эксперт сетует на то что страны НАТО очень сильно держат при себе военное оружие не отправляют в Украину хотя по мнению Тома Купера если ее отправить в Украину то здесь война с Россией закончится и нечего это держать при себе далее также вот интересно то что он развенчал миф о российской авиации то что вот Россия годами представляла на Фарнборо свои СУ которые могут уничтожить значит самолеты которые могут уничтожить за один момент там десятки целей и конечно вся эта идеология развалилась как карточный домик ну и в принципе они хорошо уничтожаются уничтожаются украинскими военными украинскими военными нехорошо уничтожаются или даже возможно самоликвидируются ну да как сказал Том Кубер очень приятно наблюдать за тем как российские пилоты в небе делают разные пируэты выпускают бомбы а потом их сбивают украинские военные ну и также сказал о том что Путина можно остановить это в первую очередь влияние на него политическое ну а там уже там уже и следующая ступень это разбить его армию видишь он говорил и о ядерной угрозе что это по сути ну как бы я так понял блеф больше с его стороны потому что ну как бы после ядерного удара как бы управлять будет нечем то есть как бы у него останется Алина бункер и кто там еще мажордом вот собственно говоря и все ну уже вроде не Алина там вроде уже новая пассия но на самом деле Сереж действительно мы много в эфире обсуждали чего же на самом деле боится Путина и многие специалисты разных говорят многие говорили что он боится за свою жизнь но здесь получается вот этот момент управлять чем-то сильнее всего ну собственно поэтому и блефует всем этими угрозами вот этот ядерным ударом но видишь не только ядерный удар вот как бы он вспомнил также о газовых проблемах в Европе о том что это как бы очень имеет сильное давление там внутри той же Германии и вот собственно говоря мы можем вспомнить слова экспертов которые говорили что если вот Европа пройдет эту зиму то собственно говоря это выбивает этот энергетический козырь из рук Путина то есть уже скажем так во время следующей зимы он уже не сможет использовать этот шантаж отключать газ ну мы видим что Европа потихонечку как-то пытается найти какую-то альтернативу чтобы спастись вот от газового шантажа вот в частности расконсервирует угольные теплоэлектростанции хотя вот мы помним что вот взяли курс на зеленую энергетику то есть как бы та которая вот способствует не способствует скажем так изменениям климата ну вот как бы посмотрим потому что интересно не пошатнется ли этот как ты говоришь курс на там альтернативную зеленую энергетику не пошатнется ли он после того если будут задействовать уголь для того чтобы отоплять свои дома ну европейцы массово заявляют что они будут этой зимой в холоде потому что будут экономить ну как бы многим европейским государствам на самом деле не привыкать если можно так выразиться потому что многие там экономят ты слышишь они вот как бы по крайней мере заявляют то что да вот придется сделать небольшую такую паузу потому что придется воспользоваться углем чтобы вот пройти этот сложный сезон но как бы планы свои не меняют и вот собственно говоря вот там до 2030 года они будут нагонять потом просто ну как бы быстрее то есть сейчас речь не идет о том что вот они с какого-то вот там они обозначили там 2030 год например да отказ полностью от угля ну я к примеру говорю то есть мы как бы подвинем на 5 лет его нет остается этот год ну просто вот скажем так потом будут вот другими совершенно темпами ты знаешь я думаю что вот этот газовый шантаж России на самом деле просто подтолкнет остальные европейские государства я имею в виду европейские государства все опять-таки переходить на альтернативные альтернативные источники энергии и не знаю также повторять опыт скандинавских стран повторить прекрасный опыт Дании и Норвегии в этом плане которые практически практически уже не зависят от нефти и газа и ну как бы на очень много процентов я не знаю но думаю что на процентов 70-80 главное вот не повторить опыт Вологодской области где из-за санкций железную дорогу попытались распродать по частям в интернете сообщает издание Медуза Лойгинская узкоколейная железная дорога соединяет поселок Лойга в Архангельской области с двумя поселками Вологодской области лесным и Конторкой в середине июля жители Лойги обнаружили что железную дорогу распродают по частям на Авито Сережа я не могу читать эти новости извините без смеха но кажется вот не существует вот таких новостей но собственно говоря если мы говорим о России ну наверное может могут там быть подобные новости значит для них это основное место работы и способ добраться до других сел а также до леса где они охотятся и собирают ягоды Наталья предлагаю продолжить течение этой новости лишившись дороги люди скорее всего уедут из этих малонаселенных поселков и те окончательно придут в упадок издание Медуза узнало что продажа дороги связан с антироссийскими санкциями до 24 февраля порядка 45% вологодского леса продавали в страны Евросоюза США Японию Южную Корею теперь объем лесозаготовки резко упал и железная дорога больше не нужна Сереж что у тебя здесь больше всего вот рассмешило мне больше всего сейчас нужна вода ты знаешь ну вот собственно говоря санкции работают мы видим да то есть как бы на примере вот этой железной дороги вот как бы Россия страна огромная вот такие новости просачиваются я думаю что вот подобные новости сейчас вот пестрят собственно говоря разные регионы ну не нужна наверное железная дорога мы вот как бы обговариваем тут уже вот какой эфир что санкции работают как бы ничего не производят зачем железная дорога там что что возить по ней есть наверное вот как бы лошади этого будет достаточно гужевой транспорт слушай ну уже там потихоньку возвращаются в какие-то не знаю откатываются на 30 лет назад так почему же не откатиться и на 100 ну вот тем более видишь лес как бы да продавали там в Евросоюз США ну вот собственно говоря эти страны отказались теоретически там может быть Китай как бы быть заинтересован в покупке леса но наверное все таки Леса Сереж Ладно Друзья еще есть одна новость в российских школах с 5 сентября появятся классные часы посвященные ценностям российского общества закрепленным стратегией национальной безопасности об этом ТАСС рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиком стратегию национальной безопасности УРТВД утвердили в начале июля в ней говорится о важности укрепления суверенитета и безопасности Российской Федерации защиты традиционных основ российского общества и указывать на недружественные страны которые оказывают на Россию силовое давление бедные несчастные с 1 сентября в российских школах начнут петь гимн и поднимать флаг друзья в 45 регионах также появится должность советника директора по воспитанию который будет говорить с детьми и подростками о политике в курс современной истории для девятоклассников включили признание России самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР вот интересно да должность советник директора по воспитанию да и вот именно о политике вот это как бы аналогично советской армии помнишь там были комиссары вот которые собственно говоря политику рассказывали о политике партии но вот получается вот теперь будут некие такие образовательные комиссары в школах которые вот собственно говоря будут промывать детям мозги начинающие вот со школьной скамьи тем более мы видим что как бы о самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут рассказывать ну наверное то что вот сейчас как бы рассказывает российская пропаганда опять таки да это все звенья одной цепи российская пропаганда в действии сейчас это выглядит так да возможно выглядит немножечко иронично но на самом деле друзья абсолютно не смешно потому что лучше бы вместо какого-нибудь там директора по воспитанию детям бы гарантировали психолога который бы помог вообще забыть вот все услышанное вот всю эту российскую пропаганду и истории о вот этих всяких квазиреспублик которые Россия создала на востоке Украины ну а вы наши зрители подписывайтесь на наш телеграм-канал Freedom для этого просто наведите камеру вашего смартфона на QR-код который вы видите на экране и первыми узнавайте самые важные новости о ситуации в Украине если вы смотрите о нас в YouTube ссылка в описании наш эфир подходит к концу и далее в эфире российский кинематограф давно перестал быть искусством фильмы стали оружием кремлевской пропаганды что не так с российским кино безжалостная война в Украине ежедневно уносит жизни ежечасно разрушает дома Москва хочет уничтожить будущее Украины но мы боремся каждый по-своему реальные истории войны обычных людей смотрите в проекте истории войны также смотрите главное из сегодняшнего эфира Марафона Фридом оставайтесь с нами чтобы знать правду а мы прощаемся а мы прощаемся а мы прощаемся а мы прощаемся а мы прощаемся